Воскресенье Вы сегодня с нами И раз Вы пришли на эту встречу Вы, наверное, что-то ждете получить от этой встречи И сейчас, чтобы лучше понять, что именно Я Вам задам несколько вопросов Так Марина, скажите, зачем Вы пришли на эту встречу? Позднакомиться с людьми Послушать полезные заветы Получить некоторые знания И просто послушать Спасибо большое Добрый день Что Вы ждаете получить от этой встречи? Получиться Всем слышно? Нет Всем получиться пообщаться Спасибо большое Какие ожидания у Вас от этой встречи? Итак, я очень хочу, чтобы ты меня научила Дорабатывать 150 тысяч Так, и еще жду последнюю Попрошено Зачем Вы пришли на эту встречу? Хочу получить новый опыт Может, какие-то новые методы Для постоянного места Большое спасибо отвечающим Сейчас мы с Вами познакомимся с удивительным человеком Успешным лидером и просто замечательной девушкой Которая приехала к нам специально в наш суровый край Чтобы рассказать нам, как хорошо зарабатывать в компании Эйфлейн И вначале мы с Вами посмотрим о ней видеоролик Смотрим на экран Спасибо большое Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 И сейчас я хочу предоставить эту сцену нашей гостям Давайте поприветствуем Сапфирова директор компании Эйфлейн Постовый каталер! Субтитры Алексею Дубровскому! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, я думаю, что, может быть, в процессе моего рассказа у вас такое желание появится, потому что... Я сейчас сидела, смотрела Наталья видеоролик про Турцию и вспоминала свое ощущение, когда я была новичком и присутствовала на подобных школах и показывали всякие ролики с других золотых конференций и всем это очень нравилось. И мне тоже их нравилось, но я сейчас не очень понимала вообще, зачем они все показывают. Ну, здорово, человек съездил, отдохнул, получается, а я-то тут при чем? Ну, я, там, студентка, да, никогда в жизни до Эйфлейн я за границей не была. Мои родители не зарабатывали никаких денег, то есть у меня мама работала на нефтезаводе, я из города Рязань, это за полторы тысячи километров от вашего славного города, и она работала на нефтезаводе, в котором находится Рязань, а папа у меня делала ремонты в квартирах. То есть, представляете, доход нашей семьи совсем небольшой такой. И за границей я вам, честно, по секрету скажу, что я даже на море до Эйфлейн ни разу не была. Есть такие люди здесь в зале, которые ни разу не были на море. Ну, хотели бы вы вообще побывать? Хотели бы, да? Вот я вам буду по ходу вообще рассказывать много всего интересного. Я благодаря Эйфлейн осуществила одну вообще свою самую заветную мечту. У меня есть бабушка, которая тоже ни разу не была на море. Но в отличие от тех из вас, кто сейчас поднял руку, у которых еще есть шанс полностью побывать на это море, моя бабушка уже почти 80 лет. И я понимаю, что прекрасно, что она сама никогда в жизни на море не съездила в силу денег и в силу того, что ей страшно. Ну, уже она боится куда-то ездить. И я осуществила свою мечту, свою бабушку, ей свозила на море. В семь лет ей тогда было. У меня до сих пор мое впечатление, потому что это была единственная поездка из Рязани. То есть, да, благодаря компании Эйфлейн осуществляются многие наши мечты. Не верьте тем, что... Потому что люди сюда в Эйфлейн приходят ради того, что там денег, да, накопить на чемоданы, да, как царь Кощей там на золотом чах. Ничего подобного. Мы воплощаем мечты свои и своих близких. Вот наверняка у вас есть родители, может быть, уже пожилые, которые не могут сами все свои мечты вводить в реальность. У вас, может быть, есть дети, которые маленькие, но у которых вот столько вообще мечтаний. И, на самом деле, большинство наших мечтаний как-то непечально покупаются за деньги. Говорят, вот, не в деньгах счастье, да? Говорят? Вот коряжку... Говорят, или у нас не знаю... Говорят, да «Ой, ну не в деньгах счастье!» Знаете, деньги — зло. Но заходишь в магазин — блин, и зла их хватает, да? Вот проблема, вот правда, не в деньгах счастье. Ну вот попробуйте зайдете с ребенком в магазин, и он нам говорит «Мама, мама!» «Я хочу вам ту, вот, куклу. Или ту машинку». И вы покупаете ему машинку, и у нее такие вот огромные глаза, полные счастья. Ну на что вы купили эту куклу? За спасибо? За фантики? За доброе слово? Нет, за деньги. Здоровье не купишь? Неправда. Вот вы смотрели сейчас ролик, Дарья меня вчера спрашивала, почему ты пилетом в Голландии делала? Что ты лезла в Акстердам? Мы ездили с родителями в Германии, потому что у меня у мамы серьезное заболевание, она проходила обследование в германской клинике. Ну и попутно мы решили в Акстердам заехать, посмотреть там близко очень, 200 километров всего от времени, где мы находились. Если бы кто-то сказал на 8 лет назад, когда мы пришли в компанию Арифлейн, что мы будем ездить в Германию в клинику, мы бы, наверное, в сумасшедший дом этого человека отправили, потому что вообще об этом и речи не было. Да, пришла я, вот как вы уже поняли, я 8 лет назад в компанию Арифлейн, совершенно случайно, как и Наталья. Еще и Наталья, хорошее имя для Арифлейн, девочка разыгрывала, тоже будущий директор, 100%, Наташа, хорошее имя. У нас еще в Близании в Смоленске, я сейчас в Смоленске живу, у нас одни сплошь Наташа. И я тоже, кстати, как и Наталья, по образованию педагог, учитель иностранных языков, пришла в компанию Арифлейн совершенно случайно. Приход у меня был вообще очень интересным. Родители у меня работали до этого в другой сетевой компании, называется она Амвей. Есть такая у вас? Имеется, да? Так вот, после того, как мои родители там работали, я думала, что 100% я в сетевой компании работать не буду, потому что меня это все напрягало настолько, то есть вообще, мне показалось, что это вообще ненормальные люди, которые работают. Вот у вас вообще складывался сами когда-нибудь такое ощущение? Потому что если мне смещенного человека пригласить на нашу встречу, то скажут, что вообще дураки какие-то, да, сидят, что-то бубукают там. И главное, во все это верят, свят. Вот у меня такое же ощущение постигало, когда я попадала на такие встречи, люди говорят, вот вы там будете зарабатывать 50 тысяч или 100. Я думаю, вот вообще, да, таких, вон как мои родители пригласили лохов там, да, и вот на таких лохах Россия держится. Ну, блин, а они еще как дураки ходят, деньги отдают за это все. В общем, не верила я абсолютно, и мне это совсем не нравилось. Но, думаю, причина была не только в компании, причина была как бы в людях, которые там конкретно, да, их позвали, но не судила. И когда Айфлэн пришел в мою жизнь однажды только каталогом, в виде каталога, вас такое говорят, вот в Котлассе, да, вы уже не доели со своими каталогами, вы уже сколько можно, вообще уже все этим занимаются, говорят, да? Вот я была такой человек, которому каталог не давали. Не знаю почему, может, люди думают, что я не умроюсь, или я не знаю, не знаю почему, они, может, что я очень богатый, или может, что я наоборот очень бедный. В общем, мне каталог дали только один раз, одна моя знакомая, с которой мы вместе в театральной студии занимались, и я сделала заказ у нее на дезодорант, потому что, естественно, у студии, говорят, какие там деньги, дезодоранты. Когда я этот заказ забирала, значит, она мне рассказывала о Бритвейме. Она мне так рассказывала, что у нас там мастер-классы, у нас там это, у нас там то. И у меня только что он слюна от меня побежал, я думаю, мне вообще везет же люди, очень классно. Но вот она меня не позвала, не сказала, Наташа, пойдем с нами. А я, что называется, в силу своей природной деликатности, прямо спросить не спросила, а можно к вам пойти-то? Я думаю, может, что я по благу беру, или за день, знаешь, не знаю, да? Она так рассказывает, думаю, вообще, вот у человека жизнь интересная, красит их там, что-то умчет, что-то у них какие-то там тусовки там интересные. Она меня не позвала, ну, в общем, и все это дело так задылась. Значит, кстати, спустя год, потом мы с ней встретились, зарегистрировалась, я вовсе не у нее. Спустя год мы с ней встретились, как раз в этой самой театральной студии, там был юбилей. И я ей говорю, Люд, привет, я от твоих тоже от твоего места стала заниматься. Ты себе еще занимаешься? Она говорит, ну да. Она говорит, какой у тебя уровень, какой у тебя результат? Она говорит, ух ты, я 30% хватил, я говорю, я директор. Да, вот это уже неотвестный смех приблизительно. То есть сказать, что она пожалела, мягко говоря, это ничего не сказать. С тех пор я для себя взяла правило, вот кто пришел сюда, чему-то научиться, возьмите это правило. Обязательно звать всех людей в бизнес. Даже тех, кому вы думаете, это вообще не надо. Вот вообще 100%. Она богата, у нее муж богат, у нее пятеро детей. Зачем ей это? Позовите. Потому что, может быть, она давным-давно хочет чем-нибудь заняться, да, просто, и может даже деньги ей не нужны, и ей общения не хватает. И вы со своим предложением будете, что называется, прямо вот в нужное время, в нужном месте. Ни за кого никогда не решайте. Иначе вы будете на месте этой Люды самой, да, и кусать локти. Потому что этот сапфировый директор, он мог быть в вашей команде. И если я вам скажу, сколько сейчас Люды от меня бы получало дивидендов, то вы вообще обалдеете. И вы можете получать дивиденды также от ваших знакомых. Ведь если вы их не позовете, их ведь знаете не только вы. Их знают другие люди. Ну, наверняка, если вот вы сейчас сядете, обсудите, вы найдете вообще знакомых между собой. Если вы их не позовете, их позовут другие люди. И если даже их не позовут, их знакомых позовут, там, вот подари подарок другу, по листовкам, по каким-нибудь там акциям. Они придут все равно в Ресель, но будут уже не у вас в команде. И вы будете очень-очень об этом здорово жалеть. Пришла я, спустя только полгода, после этой такой забавной истории, мне показали каталог. Я выбрала там. Я на всю жизнь запомню, что в моем каталоге, в котором я зафиксировала, новинки туалетная вода-дивай. И поскольку я такой чистый визуал, мне очень понравилась картинка. Кстати, у меня ни разу в жизни не было туалетной воды-дивай, потому что по запаху она мне не очень подходит. Но картинка, вот этот вот голубой флакончик, вот эта вот девушка там в голубом платье, вот такая, мне так захотелось эту туалетную воду. Но воля судьбы, вода-то все-таки она не дешевая, да? Мне мама говорит, это тебе дорого, и заказала мне туалетную воду сама. Представляете, какая вообще несправедливость, да? Где дивайл и где сам? И вообще просто... А такой вообще чудовищной просто жизненной несправедливости. И я, в общем, очень расстроилась. И эта дама, которая меня зарегистрировала, случайно знакомая моих родителей, у меня папа ей делал ремонт, она говорит, ты хочешь, я тебя зарегистрирую, ты будешь себе покупать дешевую. Я говорю, конечно, хочу. А что для этого надо? Говорит, 160 рублей, ксероплата и паспорта. То есть я пришла в нелюботную регистрацию. Поэтому людей в нелюботную регистрацию приглашать можно. Если вы думаете, что 160 рублей, даже для студентки первого курса для меня, это были не очень большие деньги. И по-букам мне еще сказали, что хочешь заработать? Я говорю, ну давайте, а что делать-то надо? Дам этот потолок показывать. Ну и сколько я таким образом заработаю? Мне сказали, 500 рублей точно. Я думаю, блин, 500 рублей, это вообще не реальные деньги. Это не реальные деньги, потому что у меня стипендия была 200. Я думаю, 500 рублей, это будет очень круто. И когда я начала показывать каталоги, никто мне презентацию не рассказывал, когда я начала показывать каталоги, зарабатывая там 500 рублей, чуть больше, я приходила в офис и слышала, что люди говорят, там, тысячи долларов, две тысячи долларов. Я думаю, это же сколько надо продать, чтобы тысячу долларов получить? Вообще непонятно. То есть я не понимала суть бизнеса. И после этого только мне объяснили ее мои родители. Поэтому мои родители, это одновременно, я считаю, не то, что я считаю, вообще номинально они являются моими первыми директорами, то есть это люди, которых я пригласила. Но вообще я считаю своими спонсорами, да, ментальными, потому что именно они научили меня всем премудростям этого бизнеса. Почему я пришла? Почему я стала работать серьезно? Как я вам сказала, я уже, как бы, да, по образованию я педагог. Сколько педагоги в Котлосе получают? 6,5 тысяч. 6,5 тысяч. Ну, в Рязани где-то так же. Но я, естественно, думаю, что я так получать не буду. Естественно, да, потому что я же самая умная, красивая и вообще все остальное, я уеду в Москву. И буду работать в какой-нибудь фирме, поскольку я учитель иностранных языков, там с тремя иностранными языками найду. Значит, дочь хотела съестить квартиру в Москве. И когда я начала, единственный момент, который вот один, единственный раз я поняла, что я буду работать в Рязани. Может быть, вам такой момент поможет? У кого-нибудь из вас есть, нет собственного, есть такие люди, у кого нет собственного жилья. Ну, занимают квартиру, например. То есть, или живут с родителями. Поднимите руки-то, что вы? Есть такие, да? Таких людей немного. Ну, все остальные, видимо, живем обеспечены. Если вы живете с родителями, квартиру у родителей, я считаю, что это у вас нет собственного жилья, да? Потому что это жилье ваших родителей. И это вообще довольно печальная история, когда дети говорят, ну, у меня будет собственное жилье. Это как оно будет? Родители умрут. То есть, вам вообще нормально это вот сознавать, да? Сидеть и ждать, что вы ждете, пока умрут ваши родители. А дети у вас есть? Чего вы думаете, они лет через 20 ждать начнут? Знаете, как бы где-то было бы смешно, если бы не было так грустно, да? То есть, вообще это довольно грустный момент, поскольку я не хотела. У меня было, естественно, жилье родительское, но не хотелось мне очень ждать их смерти, и хотелось иметь собственное жилье в Москве. И папа мой посчитал мне, что с зарплатой в средней фирме, если я буду получать 10-15 тысяч, обкладывать на квартиру и жить полностью там на их деньги, электромоменту на деньги мужа, то свою первую квартиру я куплю в 38 лет. Представляете, мне было 17, они посчитали, что я в 38 куплю. Для меня на тот момент оказалось, что в 38 это наша глубокая старость. Думаю, ничего себе. Говорят, ну еще и считай лет 10, ты будешь копить на ремонт. Мне не нравится. И тогда он мне посчитал, как быстро я куплю квартиру в Reflame. Говорят, два года. И правда, через полтора года я купил квартиру. Только не в Москве, а в Рязани. На тот момент я заканчиваю второй курс и купился квартиру в новом доме, 75 метров. Вообще, вот в самом практически видном доме, там за ремонт, даже сколько она сейчас стоит, но сейчас я это в рыночной цена, где-то около 3,5 миллиона. То есть, представляете, на втором курсе участвуют. Только благодаря компании Reflame. Почему? Как вообще дальше развивался этот бизнес? Ничего особенного такого мы не делали. Мы приглашали людей к себе в квартиру. Своих знакомых. Мы работали только теплым рынком, то есть только своими знакомыми. Не потому, что мы против холодного рынка, а потому, что мы не знали, что можно работать по холодному рынку. А почему же вообще мною и нашей семье был сделан выбор в пользу сетевого маркетинга, а не работы по найму? Есть такие люди из вас, кто читал книгу Роберта Киосаки «Богатый папа, бедный папа»? Есть, да? Но не очень много. Тогда я вам чуть-чуть расскажу о том, что вообще в 17 лет полностью просто взорвало мне мозг, что я не понимала абсолютно до этого. Но мне стало это понятно после прочтения этой книжки. Я вам ее очень рекомендую. Важная книжечка в магазинах вашего города продается. Так вот, существует всего 4 сектора, где можно зарабатывать деньги. Первый сектор – это работа. Работа по найме. То есть ходить на завод, в магазин, учителем, врачом, не важно. Просто работа по найме. Здесь работают 90%, 95%, наверное, даже, процентов людей. И здесь сосредоточены всего 5% денег. То есть в этом секторе, ребят, реально денег нету. Этот сектор просто для того, чтобы ноги не протянуть. Понимаете? Это не для того, чтобы зарабатывать. Это сектор вообще не для того, чтобы жить. Это для того, чтобы просто выживать. Если ваши планы входят, да, все посмотрели, там, ой, Наташа Слезда, она про конгресс, там, кто хочет? Я хочу, да. Ну реально, когда это все будет-то? Когда вы будете ездить вот на такие мероприятия, там, не на трамвае, там, или не на троллейбусе, когда вы будете ездить на собственном джипе? Когда вы будете отдыхать 4 раза в год за границей? Когда вы будете своим родителям оплачивать дорогостоящее лечение за границей? Когда вы сможете себе это позволить? Надо просто, знаете, как вот, обманывать других стыдно, обманывать себя глупо. Знаете, глупо. Если человек входит на работу, он никогда богатым не будет. Это нехорошо, это неплохо, это просто дазовость. Знаете, как после осени наступает зима. Это нехорошо и это неплохо. Это просто в порядке вещей. И если человек входит на работу 10 лет, потом ты его приглашаешь в реферму, он говорит, ну нет, сейчас мне вот тут чуть-чуть небольшое повышение обещают, и он ждет, что у него какой-то другой будет результат, то я считаю, что это вообще очень наивно. Ну вот, представьте, такой момент. Кто-нибудь вообще здесь прислушивший, какой-нибудь пальцы в розетку совал? Были такие? Есть такие спины? Нет? Вот, да, я тоже. Однажды. Когда, причем маленькая была, маленькие дети, а знаешь, какие? Они послушные. Но когда мы расстались, что расскажешь, и нам же интересно, мама всю жизнь говорила, не совай пальцы в розетку. Почему? И я вытучу уже в абсолютно сознательном возрасте, лет в 13. Причем сунула не просто пальцы, сунула биллу, которую кушала. Я сразу все поняла, почему мама говорила, не совать пальцы в розетку. То есть меня тряхануло так, что мама не горит. Как вы думаете, если я ссуну второй раз пальцы в розетку, что будет? То же самое. А третье? Оформить кредит. Ой, девочки, не дайте мне что-то кредит ради куста небесного, потому что оформить кредит... Прочитайте, вот, кстати, на эту же тему, да, «Богатый папа, бедный папа». Кредит на самом деле брать неплохо, но кредиты бывают умные и глупые, кредиты. Да, кредит брать на то, чтобы жить, это глупо. Потому что ты будешь, не только, ты будешь ковалеть всю свою жизнь. Если вы взяли кредит на то, чтобы, например, там бизнес открылись, ну, это еще более-менее, хотя не факт, что у вас бизнес выиграет. В общем, кредиты, если вы не умеете с этим работать, то будете вообще такое слово «кредит». Просто забудьте это слово, потому что оно вас до добра вообще не доведет никогда. И не будешь как бы на эту тему там распространяться, по поводу этого написана куча всякая литература. Так вот, я просто поняла, что если я буду ходить, если вы еще сейчас молодые, да, и вы студенты, и у вас еще там розетка ни разу не била, то вы посмотрите на людей, которые работают по вашей профессии. Очень-очень забавно бывает у нас тоже, особенно в Рязани, Рязани же она поближе к Москве, и там народ такой прибантованный слегка. «Ой, я закончу сейчас институт и буду там юристом». «Здорово, отлично. Слушай, а сколько там у нас юриста получают?» «Ну, можно же стать вообще там министром». «Ну, отлично. Давай так. Проведи мониторинг». «Вот проведите мониторинг, где вы сейчас учитесь». Это очень интересный на самом деле тест. Вы учитесь на учителя, на врача, на юриста, на экономиста, не важно, кто учитесь. Вот в прошлом году люди, которые выпустились с вашего вуза, сколько сейчас получают? Спросите своих преподавателей. Или наведите контакты с этими студентами. Была бы сейчас всяких этих интернет-сетей, там, в море, можно найти. И спроси друг, куда что устроилась на работу? И сколько же денег ты получаешь? Вам напишут 8, 10, 12, там. Так, наверное, напишут. Вряд ли вам кто-то напишет «Я зарабатываю 100». Если вы думаете, что что-то через 5 лет изменится, «Найдите выпускников в вузах, которые 5 лет назад закончили, и поговорите». Вот я так сделала. Я поговорила с нашими выпускниками, и поняла, что все вообще очень печально. И все это вообще такая утопия, что мы уедем там, я учусь французского языка, мы уедем во Францию. Есть такие люди, которые уехали во Францию, но они занимают там настолько нищее положение. Ну, как у нас, таджики, знаете? Правда, правда. Ну, да, то есть таджик, может, когда он приезжает в Таджикистан, говорит «Я живу в России», там, да? Он может вообще крутой, самый крутой парень на деревне, да, сидит «Вау», да? А здесь он что тут делает, да, двор чистит? Ну, вот во Франции приблизительно то же самое. Моя дочь живет во Франции, да, что он там делает? Там в ресторане тарелки мое, да? То есть на самом деле все это так, за каким-то редким-редким исключением. То есть мне вот это вот все очень не нравилось. И мы начали работать в компании АСЛ, да? То есть почему мы… А, я вам не рассказала, что здесь четыре сектора, да? То есть первый – это работа. Там денег нет. И там человек процентов 20 оттуда начинает думать, что чего-то денег нет и чего-то надо менять. И они, некоторые из них, переходят в другой сектор. Это называется работа на себя. Ну, работа на себя – простой пример. Если у вас есть машина, вы можете, например, таксовать. Правильно? Работаешь на себя. Начальника нет? Нет. Хочу лукавую, хочу тряники, да? То есть там хочу с утра таксую, хочу ночью, хочу там радиошансон слышу, хочу там РТРФ, вообще сам все хозяин, да? То есть все, что хочу, то и врачу. Но, как бы, да? Доход может быть выше, чем дохода на дяде. Может быть. Но минус этой работы в чем? Как только вы перестали таксовать, ведь не прекратились. Любой другой пример. Вы там, например, моете вещи, да? Вот я вчера приехала в поезде. Первый раз вообще ехала так далеко. У меня папа звонит и говорит, ну, что ты там? Куда едешь? Я говорю, не знаю, тут только елки и снег. Не знаю, куда-то еду. На деле, что правильно. В общем, ехали со мной большое количество людей. Наверное, это часто так, ну, с большими такими тюками тлечатыми, да? То есть, видимо, везут там кто-то игрушки какие-то, кто-то тряпки какие-то. Это вот тоже пример работы на себя, да? То есть, они купили эти тряпки в Москве там за рубль, а здесь продают за 5. Да? Работать на себя? На себя. Можно говорить? Можно заработать? Можно? Можно. Какой минус? Как бы, вот они молодые, да, девчонки? Здоровье позволяют, можно тюки эти, так сказать, килограммы. Иначе чуть-чуть постарше не станут, не смогут. Чисто физически. Плюс, опять же, поехал в Москву, заработал. И поехал, маму заудалили, или заболел, или еще что-то. Шиш с маслом, денег нет. И часть только из них задумывается о том, что есть такой сектор бизнес. Сектор бизнес, это... От какого слова происходит слово бизнес? Без нас. Да, то есть, что-то работает без нас. Без нашего присутствия. Приносит нам доход. Это любой момент, да, то есть, вы взяли такси, да, купили машину, но таксуете не сами, а взяли дядю Ваню. Да, он ездит, как бы определенный процент вы ему платите, но вам ничего для этого делать не надо. Только раздеть, снимать у него там выручку, да, часть ему отдавая, часть себе оставлять. Наняли таких девчонок, которые с тюками ездят, да, они там работают. Здорово? Здорово. Минус этого всего чего у нас? Какой? Нет, мы разбили тебе машину, ты не тиражил за месяц. Это нормальный минус, это такой, средний минус. Минус это того, что бабки нужны, деньги нужны, которых у нас с вами просты, смертные, нифига нету. Есть у вас деньги, чтобы купить автопарк, например. Нет, что-то хороший бизнес, кстати. Купил там 20 машин, посадил там двух диспетчеров, у вас там машина ездит. Нормальный бизнес-то? Ничего, нормальный. Денег нету. Правильно? Или там построить вот центр, адмирал. Думал, хозяин адмирала нормальные бабки получает, да? Что, построите и вы адмирал? Капитан назовите. Будет конкурент. Хороший бизнес? Отличный? Там, посадите туда бутики, там, то-сё. Денег нет. Правильно? Минус бизнеса какой? Денег нет. И четвертый сектор, это вообще суперсектор, в который все нормальные, умные люди стремятся попасть. Это инвестирование. Это где уже не бизнес работает на вас, это уже где деньги работают на вас. Ну, акции там, вклады и всё остальное. Вот, что такое Airflame? Как вы думаете? Это работа, работа на себя, бизнес или инвестирование? В стиле. А еще это как? В стиле секретарь. Ну, пожалуй, конечно, работа это вряд ли может быть, но вот тремя последним секторами легко. Работа на себя. Вот, например, если вы ходите с каталогами, это что, бизнес что? Нет. Это работа на себя. Пошли с каталогами, там, заказ собрали, отнесли, деньги получили. Но если вы завтра, ну, там, у меня вот ногу сломали и не пошли с каталогами, вы денег получите? Нет. Ваши каталоги, они ножками сами не пойдут к своим клиентам? Нет, да? То есть, Airflame может быть работой. Airflame может быть, работая на себя, да? Airflame может быть бизнесом. Это если вы строите свою команду. Да? То есть, как таксистов, да, вынимаете, да? Только находите людей, которые вместе с вами будут строить этот бизнес. И делать товарооборот. И он может быть, в принципе, инвестированием, да? То есть, инвестирование – это получение пассивного дохода. С уровня золотого директора вы можете быть инвестором, можно сказать, да? Получать пассивный доход. Вот смотря, что вы хотите. Вот мне всегда очень хотелось попасть именно в сектор инвестирования, в сектор пассивного дохода. Как бы не работать? И вообще, есть такая очень хорошая фраза, которой вы можете уговодствоваться, если кто-то еще из вас будет когда-нибудь работу искать или что-нибудь еще такое. Чем больше людей может делать вашу работу, тем меньше вы стоите. Чем меньше людей может сделать вашу работу, тем больше вы стоите. Например, почему мало получает уборщица? Потому что это все могут делать. Все могут полыбить, девчонки. Можете, да? Другой вариант, что не каждый хочет. Но можем же. Шир, 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 шир. Можно. За это платят копейки. То же самое с каталогом. Почему на работе с каталогом много денег не получишь? Потому что это может каждый. Да, любой человек. Да, все вообще, когда в рефей устроили, все тесты на профопригодности проходили. Рука в локте сгибается, разгибается, все, профопригодим. Для того вы можете вложить и разговаривать. Все, отлично, работай вперед. Это может делать каждый. Есть в команде людей, даже глухонемые. Ведь для того, чтобы людей повести за собой и заинтересовать той идеей, которой вы сами заражены. Знаете, это если я от гриппа не болею, я вас заразить им не могу. Не могу, потому что я сама, у меня нет вируса гриппа во мне, понимаете? Если у меня нет вируса Арифлей во мне, внутри, то я никого из вас заразить им не могу. Просто-напросто, по определению. Поэтому, если у вас нет уверенности в компании Арифлей, то вам сначала надо в этом разобраться. Почему же компания Арифлей предлагает там возможности и чем они могут для вас лично быть интересными? Ведь все люди сюда приходят за разным. У меня, буквально, тут последняя бизнес-школа была в Смоленске, и мы думали, на что бы людей можно было пригласить в Арифлей. Обычно мы займем на косметику или на деньги. Оказалось, на самом деле, целых 15 возможностей, которые мы можем предложить разным людям. Я сейчас все перечислять не буду, да, но помимо денег есть возможность и путешествовать. Есть возможность, вот с Надей, да, мы сейчас сошли с утра, она говорила, вот мне надо вот быть там звездой, да, вот чтобы вот вообще там, я шла там, и вообще все мужики падали, а чтобы слабее сами с собой в штабеля выкладывались, да. Вот есть ведь такая большая категория людей, которые любят быть первыми. Им надо быть победителями, да, то есть есть такой ген, ген победителя, правда, совершенно серьезно, да, то есть учеными выявляют, что у людей есть ген победителя, да, то есть им надо сказать слово «ес», я смогла или я смог, да, то есть то, о чем я говорила, да, сегодня, что именно значимые события, они, вот эта победа, она как наркотик, хочется еще и еще, хочется еще и еще, чтобы тебе там, вот некоторые люди говорят, ой, я не тщеславные, мне это не надо, мне вот всякие ваши сцены, банкеты, там, чеки, мне это не нужно, я вот не верю, что есть такие люди, которым это было бы неприятно, ведь банкет это как комплимент, но нет такой девушки, которая бы неприятно была услышать, ой, слушай, как ты хорошо сегодня выглядишь, да, то есть слушай, тебе вот это так и к лицу вот эта вот голубая вот блузочка, да, вот моя девушка сегодня сидит впереди, да, тебе прям вот так к лицу тебя вообще так здорово оттеняет, ты прям вот вообще сразу такая вот, вот сразу, да, девушка всплывается, улыбки, ей приятно. Но любому из нас и женщине, и мужчине приятно слышать хорошие слова в свой адрес, да, говорят, добрые слова и кошки приятно. Представьте, банки, вот когда вы стоите на сцене, это такой же комплимент, только не от одного человека, а от пяти, десяти тысяч человек, которые вам аплодируют и выражают свое восхищение вами, ведь они пока еще не смогли этого добиться, а вы уже там, вы смогли. Несмотря на эти трудности, несмотря на это, то, сё, пятое, десятое, да, вы смогли. Эти люди вам хлопают и аплодируют. Нет таких людей, которым бы не было приятно получать комплименты в свой адрес. Поэтому многие люди, на самом деле, они приходят в не столько даже за деньгами, сколько именно за чувством победы. Да, Надь, есть такая тема, да? Ну вот, на самом деле, это довольно часто. Приглашайте людей вот на такие вот тусовки, на такие вот конференции, да, рассказывайте об этом, показывайте фотографии. Если вам пока нечего своего показать, вот возьмите Наташу фотографию, привезите ей флешку, скажем, Наташа, скинь, а. Я вот своих знакомых показываю, что у меня есть человек вот в Reflame, который вот уже, уже ж вот ездит. Вот, и у меня было, когда я приглашала в бизнес своих знакомых, информационный листок своего директора. И там было написано совершенно сумасшедшая для меня на тот момент зарплата в 44 тысячи. Вы не писаете, она у меня до сих пор есть, эта распечатка, я ее показываю теперь, как такой ралитет, а на ней она вся углитая, кофе, чай, она вся романная, на ней все, потому что я эту распечатку всем в нос показываю, тыкала и говорила, что смотри, я пока еще не получаю, но вот есть же люди, ну есть же люди в нашем городе, вот она получает уже столько-то. Хочешь ли я с ней познакомлю? У меня пока зарплата в 150 рублей, я вышла на первый уровень 3%, но она получает, она же смогла. Она же такая же учительница, как я тогда, ну или еще что-то. Показывайте, если у вас пока нет своих результатов, приглашайте на результаты вашего спонсора, потому что обязательно должен быть такой человек, причем живой, реальный, не какой-то там где-то, да, а вот живой, чтобы его можно было потрогать, пощупать, задать ему вопрос, а как у вас так получилось, а что вы такое делали. Вот вторая часть нашего семинара, да, вот первая сейчас у нас будет больше, я рассказываю, да, свое именно видение этого бизнеса и то, почему я здесь осталась и почему я здесь стала работать, что меня зацепило. А во второй части я, наверное, буду больше такой практической рассказывать какие-то наши фишки, наработки, идеи, то есть как конкретно мы делаем. Так вот, по поводу трудностей я вам хочу сказать, что если у вас есть вообще, говорят, что если Бог хочет сделать подарок, Он заворачивает его в трудности. И чем там смачнее подарок, тем больше будет вот этого добертка. Если нет трудностей, не ждите больших побед. Там нет побед, где все легко, там нет просто их по определению. Чем больше трудность, тем больше будет, как сказать, приз за ее достижение. Вообще трудности воспринимайте как трамплин. Если бы не было никаких трудностей, то вы бы никогда не добились никаких своих достижений, ни один бы человек не добился. И на самом деле в этом мире возможно все. Все, чем мы сейчас с вами пользуемся, как благами цивилизации, когда-то было чьей-то мечтой. Раньше люди мечтали о том, что можно будет звонить из Рязани в конкурс, сидя на переднем сидении автомобиля и разговаривать по какой-нибудь трубочке. Но это было просто мечтой, утопией. А сейчас у нас это есть мобильная связь, интернет. Если бы у нас была бы машина времени, и мы бы лет на пятьдесят назад вернулись бы и сказали людям, что будет вот такой, нас бы с вами точно в сумасшедший дом отправили. Как это может быть? Да, чтобы беспроводной штучке, там, в Нью-Йорк, например, звонить, да? Как это? Если вы сейчас откроете книги фантастов, сто лет назад, которые были написаны, вы прочитаете там все то, что сейчас в реальности есть. Мне еще рассказывала моя бабушка, что когда ее бабушка была жива, это было вообще уже очень-очень много лет назад, они жили в глухой деревне, где ничего не знали, ездили на лошадях. Она говорит, моя бабушка говорила, что вот ты знаешь, Клаф, вот будет времена, вот люди на железных конях будут ездить. Я думаю, как ты на железных конях, да? Ну вот сейчас же так есть. Все, что мы имеем, это когда-то было чьей-то мечтой, да? То есть когда-то вот была такая компания РФМ мечтой двух шведских братьев. И все, о чем вы сейчас мечтаете, может быть, вашим знакомым кажется утопией. Если я вообще всегда, больше всего после всяких мероприятий не люблю время, когда возвращаюсь домой. Потому что когда я приезжаю с какого-нибудь мероприятия, я как вообще, я и так как электровеник, а тут как я электровеник в квадрате. У меня все, вообще голова кипит, у меня новые мысли, у меня новые идеи. А я приезжаю все к тем же людям, которых я там оставлю. Че? Где это там у нас? Полежали у кофе-то? Ну, ясно. У нас так мороз, да. Вот это очень тяжело, потому что когда ты сюда попадаешь, вот в РФМ, да, вот ты, кажется, как будто в другой мир какой-то попал, да? То есть здесь все, все свои, да, все тебя понимают, все что-то там хотят, все куда-то стремятся. И вдруг ты приходишь к своим знакомым и такой вот назад тебе говоришь, у нас там через год будет собственная квартира. И на тебя так смотрят, как на душу на больного. Типа, ты о чем, да? Мы тут всю жизнь в коммуналке жили? Какая квартира? Вас там что, зомбируют? Был первый вопрос, когда я приходила, да? Вы что там ненормальные? Вот, на самом деле, может быть, иногда даже лучше совсем так не делиться, да, со своими знакомыми, но вот у себя в сердце, вот, ну, как со знакомыми, да, вот именно не рассказывать все свои мечты, но для себя их обязательно написать и расписать. Возьмите вообще, устроите... У кого вообще честно, вот честно, честно, честно написаны мечты и цели? Вот честно. Мало у кого. Вот я вас прекрасно понимаю, я честно написала свои мечты полтора года назад, хотя в Reflame уже восемь. Потому что, ну, я что-то думала, ну, что это писать-то? Я и так все знаю. Что я хочу, да и вообще, зачем мне все это и как? Сделать, конечно, лучше калаш вообще мечты, но если вы хотя бы их напишите, это тоже будет не зря. Возьмите, сядьте в какой-нибудь комнате, где бы вас никто не тревожил. Возьмите пару-тройку листов бумаги и начните писать. Начните. Что вы хотите? Вот представьте, что... Вот как у них, да? Вот вы уже вот, как она на смертном адрес, да, и что бы вы хотели, чтобы к тому моменту уже все было исполнено? Все ваши мечты, чтобы не осталось ни одной вот в такой вот книжке записанной, о которой бы вы вздохнули и сказали, ну, не смогла, ну, не получилось, ну, были обстоятельства. Вот это все напишите. Когда я начала писать, у меня первые, наверное, 10 быстро написано, что машина, квартира, туда-сюда. Все, потом стопор. Вот стопор. Но дайте себе время. Вот начните копаться. И у вас просто потом, знаете, как спортсмены говорят, открывается второе дыхание. Ты как начинаешь это все писать? И ничего так не мотивирует, как собственные мечты и цели. И когда у вас будет желание, послать этот Арифлейм куда подальше и сказать, саралвай уже, ничего не получается, это не мое, я не хочу, у меня никто не верит, за мной никто не идет. Откройте опять вот этот вот список и прочитайте. Но я же хотела вот это. Но я же хотела. Почему человек, которому не подошла тушь Арифлейм, должен разрушить мои мечты? Почему человек, который не пришел на встречу, должен убить мои мечты? Почему? Кто он такой? Кто его вообще таким правом наделил? Нет, этого не будет, да? Переступайте и идете дальше. Но вот эти вот мечты, если вы их напишете, они вообще просто вам будут оказывать чудодейственное вообще действие. На самом деле я знаю, что многие сидят, слушают и думают, что все равно писать не буду. Вот как я вот в 6 лет ходила, вот слушала, вот про эти списки мечты все говорили, и я сидела, вот с умным видом, на каждой школе я обязательно вот записывала в тетрадку написать список мечт, и все равно не писала. Но в какой-то момент вот, как говорят, жетон провалился, все, вот меня вот щелкнуло, и я пришла и написала. У меня получилось 72 мечты, и вы не представляете, какая мечта меня ведет действовать. Вот если я вам скажу, вот у меня там написано куча всяких яхт, домов, квартир, там личный парикмахер, личный массажист, это все самое, самое обязательное, естественно, да, но мечта, которая меня ведет, и когда мне очень влом что-то делать, это именно то, о чем я вспоминаю. Я не знаю, как так получилось, она была каким-то там, 50 каким-то в списке, но именно она вот у меня в голове засела. Когда подавно мне рассказывала, одна моя знакомая, кстати, ныне золотой директор компании Рифа, у меня у родителей в структуре, она мне рассказывала о том, как она плавала с дельфинами. И мне из своей пары так захотелось, вот просто, просто, дом, из чего я жить не могу, я готова заплатить любые деньги, только плавать с дельфинами, вот где-нибудь вот в теплой стране, да, вот очень хочу. Однажды у меня была такая возможность, но я ей не воспользовалась, потому что когда она мне рассказывала, она так вкусно об этом рассказывала, что вот дельфин, он со стороны выглядит, ну, как резиновый такой, да, какой-то игрушка, а на самом деле у него кожа как бархат, она такая мягкая-мягкая, и он весь вот, он кажется, что он резиновый и холодный, да, а на самом деле он бархатный и теплый. И вот это вот у меня вот в голове запомнилось, и мне так хочется этого, вы не представляете, когда вы начнете писать свои мечты, вы даже удивитесь, чего вы хотите, потому что вы уже давно забыли, что вы это хотели. И тогда все трудности и все препятствия, которые будут встречаться, вы их просто будете отметать. И у вас должна быть вот эта вера в себя, в компанию Reflame, иначе просто у вас, ну, ничего не получится. Да, вот некоторые говорят, что нужно быть очень таким харизматичным человеком, да, вот я так, как вы, выступать не могу, я так, как вы, не могу презентацию рассказывать. Вот эта уже фраза, которую мне подарила вот на этой школе актива Владимир Полежаев, она мне сказала, что каждый человек очень харизматичен, когда говорит о том, что солнце встает на востоке. Каждый человек очень харизматичен, когда говорит о том, что солнце встает на востоке, потому что он на 100% в этом уверен. Он 100% знает, что иначе быть не может. Когда вы будете 100% уверены в том, что компания Reflame дает все эти возможности, о которых вы рассказываете, и поверите в это, люди за вами будут с удовольствием идти. Потому что люди идут, на самом деле, даже говорят, что хочешь вести себя – веди головой, хочешь вести других – веди сердцем. Люди идут на теплоту, люди идут на человека, люди идут на конкретно вас. Что, почему за вами должны идти? Что вы можете такого человеку дать, что у него нет еще? Почему он за вами должен идти? Может быть, вы можете его научить чему-то, чего он не знает? Может быть, вы можете ему рассказать то, что он еще не слышал? Так, чтобы это научить и рассказать, нужно же самому при этом вот это вот все в голове иметь. Да, вот как раз хочу рассказать о том, что я для Натальи вот привезла совершенно потрясающий альманах. Он, наверное, там еще остался, да, немножко. Альманах «Книга не детских советов» или «МЛМ вам не игрушки». Кто вообще читал такой? Хоть какой-нибудь выпуск? Ну, девчонки, вот читали. Вообще, это ежегодное издание, и вот сейчас уже вышел пятый выпуск. И там печатается каждый раз 21 история успешных молодых людей до 30 лет. Их история, их методика, их секреты работы. Вообще, книга просто потрясающая, потому что вы... Вот именно оттуда, кстати, мы взяли для себя метод «Подари подарок другу». Я не знаю, как он к вам в Котлас пришел, но к нам он пришел именно вот из этой вот книги, где один директор описал его как свой метод работы. Там напечатана история совершенно потрясающей девушки, с которой мы познакомились, Катя Тимоховец, которая старший бриллиантовый директор из Белоруссии. Ей 27 лет. Представляете, старший бриллиантовый директор. Она приезжала вот на школу «Актива» и оставила дома 8-месячного ребенка. Меня она вообще, конечно, этим просто потрясла, потому что у меня, наверное, и у вас бывают такие истории в команде, что «Ну, пойдем на семена». «Ой, мне ребенка не с кем оставить». «А сколько ребенка?» «Пятнадцать». В смысле, не с кем оставить, да? То есть, что ему там, валить кашку, надо грудью кормить, что с ним делать-то надо? «Пятнадцать». Тут последний апофеон у меня был. «Я, оставайтесь на школу». «Ой, не-не-не, мне домой надо сыну кормить». «А сколько сына?» «Тридцать четыре». «Он не женат?» «Нет». «Я думаю, правильно, что ему жениться-то, если у нее мама ездит до сих пор его кормить, там, да? «Чем ему напрягаться-то?» «То есть, вот такая девушка, да, замечательная, которая просто, у нее очень интересная история. Возьмите, почитайте. То есть, там вообще очень много вот таких вот фишек. Там есть пятый альманах. И, я не знаю, даже остались еще, наверное, по одному или по два, может, остались еще третьих и четвертых альманахов. Во второй части, второй части, короче, уже ближе к концу, да, я буду отвечать вам на ваши вопросы. Хорошо? Вот, ну, в принципе, я бы, наверное, уже все равно бы хотела, наверное... А, нет, давайте я вам напоследок про трудности, что многие, да, их так очень сильно боятся. Я вам покажу одну очень интересную презентацию. Однажды в коконе появилась маленькая щель. Случайно проходивший человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а щель оставалась все такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все, что могла, и что ни на что другое у нее нет больше сил. Тогда человек решил помочь бабочке. Он взял перочеркный ножик и разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным. Ее крылья были неразвитыми и едва двигались. Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылью бабочки расправятся и окрепнут, и она сможет летать. Но ничего не случилось. Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать. А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилия, чтобы выйти через узкую щель кокона, необходимы бабочке, чтобы жидкость из тела перешла в крылья, и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с трудом покинуть эту оболочку, чтобы она могла расти и развиваться. Иногда именно усилия необходимы нам в жизни. Если бы нам было позволено жить, не встречаясь с трудностями, мы были бы обделены. Мы не смогли бы быть такими сильными, как сейчас. Мы никогда не смогли бы летать. Я просил сил, а жизнь дала мне трудности, чтобы сделать меня сильным. Я просил мудрости, а жизнь дала мне проблемы для разрешения. Я просил богатства, а жизнь дала мне мозг и мускулы, чтобы я мог работать. Я просил возможности летать, а жизнь дала мне препятствия, чтобы я их преодолевал. Я просил любви, а жизнь дала мне людей, которым я мог помогать в их проблемах. Я просил благ, а жизнь дала мне возможности. Я ничего не получил из того, о чем просил, но я получил все, что мне было нужно. Вот эта презентация, это иллюстрация к нашей жизни. Вот вы сейчас, может быть, ждете помощи от вашего спонсора и думаете, ну он должен мне помочь. Он должен делать это за меня. Он должен проводить встречи. Он должен раздавать каталоги. Или он еще должен с вами людьми работать. Да нет. Все, что вы сделаете сами, будет приносить результат. Потому что мы подобны вот этой с вами бабочке. Если кто-то поможет нам надрезать этот кокон, мы никогда уже не сможем летать. Да, у нас будут какие-то результаты. Да, мы будем вот, как эта бабочка, да, мы будем существовать. Но мы будем еле-еле передвигать свое тело по земле и летать уже никогда не сможем. Радуйтесь трудностям. Чем больше у вас трудностей, говорят, богатые люди вообще говорят, что если у вас нет проблем, купите их себе за большие деньги. Это так. Потому что когда нет проблем, нечего преодолевать. Все легко. Кстати, знаете, что по исследованиям люди, которые живут ближе к северу, это именно они гораздо чаще становятся первооткрывателями, они становятся номеревскими лауреатами, они становятся победителями в разных конкурсах. Они добиваются гораздо больше, чем люди, которые живут в теплых странах. Как вы думаете, почему? Потому что человек, который живет на севере, ну, условно говоря, на севере, да, в холодной стране, ему нужно все время бороться, ему нужно все время выживать. Это еще от предков идет, да, то есть не сейчас, когда у нас везде уже влага цивилизации, в принципе, да, там, центральное отопление и все остальное. Но, да, человек, который жил на севере, ему нужно было там построить юрту какую-нибудь там, сбегать за оленем, да, где-то его там заловить там. Ну, вообще ему нужно постоянно теплую одежду себе шить. А человек, который жил в теплой стране, что ему, лежишь на море, под солнышком, бананы там сами на голову падают, девушки полуголые рядом ходят. Красота, а что напрягаться-то, да? И у них вот этого вот гена победителя очень мало, вот в них мало это заложено, потому что у них изначально все есть. Это действительно социальное исследование. Человек, который живет в холодной стране, он в нем заложит этот ген достигатора. Ему надо что-то там все время там делать, что-то побеждать, что-то строить, что-то... Ну, смотрите, мы с вами все живем, да, вы совсем на севере. Мы живем все с вами в таких климатических условиях, лета очень мало. Да, то есть у нас такой вот пары, где, кстати, никогда не думали, почему летом море-флайд чуть-чуть падает объем продаж. Это с этим же связано, да, потому что, смотрите, летом, ну вот, девушки меня поймут, да, что нужно летом, чтобы покушать. Огурец и помидоры залил там, с этим маслицем подсолочным подсолил, все, ужин готов, да, салатик заточил, ты поужинал. Правда? Ну, мужчина может там чуть-чуть побольше. Зимой нужно там миска, там сосисочек, рыбки, да, денег больше надо, напряга больше надо, все надо. Опять же, деньги, да, одеться летом. Что нам нужно? Майечка, там топик какой-нибудь, да, футболочка. Сколько стоит? Ну, там, пятьсот рублей, тысяча, там, смотря, кто где там одевается. Зимой? Шуба. Ну, или хотя бы там синтепоновый пуховик какой-нибудь, да, холофаберный. Сколько? Топик стоит пятьсот рублей? Ну, пуховик, ну, хотя бы тысяч пять там стоит, да, самые фиговенькие. Денег надо больше. Обувь. Летом шлепочки надел там за пятьсот рублей, сейчас зимние сапоги, извините, надо, да. То есть на все нужны деньги, и действий предпринимать хочется, и по этой причине гораздо больше. А летом, да, у нас мало желания предпринимать усилия. Вот вам и объяснение, да. То есть мы сейчас с вами работаем, у нас вообще самое время, чтобы становиться директорами. Самое время. Кто здесь в зале еще не директор? Вот я вам честно говорю, что если вы возьметесь в зале по-серьезному, к вам, то вы можете все быть директорами. Сто процентов. За три месяца элементарно стать директором в компании РФН. Примеров, господи, полно-полно. Вот у меня у родителей за два каталога, вот люди, которые работают, всего два каталога, два человека, вот в прошлом каталоге открыли уровень директора. Два человека. Знаете, как говорят, да, что если ты один раз падаешь с крыши и выживаешь, то тебе повезло, если второй раз падаешь с крыши и выживаешь, да, то это уже привычка, да. Вот если один человек, ну, повезло, да, но тут уже два. Тут уже, знаете, тенденции налицо. Представляете, два человека. К нам приезжала на авторский семинар Наталья Тимофеева, может ли, кто знает эту девушку, это бриллиантовый директор из Якутии, да, то есть когда она показывала фотографию, рассказывала, что у нее там зимой было минус 50, минус 60, я не знаю, у вас тут так не бывает зимой. Ну, у них там вообще просто очень-очень холодно, и у них, у нее три человека за каталог стали директорами. За каталог, за один. В Якутии. Вот в Якутии, вот Наташа, да, Тимофеева, это мать троих детей, кстати. 29 лет девушке. Ее, кстати, история есть в каком-то из одного, в одном из альманахов. Да, то есть она, как говорили, да, супермама, суперлидер, все успевает. Да, то есть и воспитание детей совмещает, и бизнес. Вот вы можете быть директорами очень быстро. Я вчера Наталью спрашивала, да, сколько населения в Котласе. И сколько у вас офиса? Они скажут, у вас всего три офиса, да, и население 60 тысяч человек. То есть у вас здесь потенциал, потенциал для развития, во, просто огромный. Если вы посчитаете, вот, есть вот среди вас люди, которые, например, находятся, ну, на 12-15 процентов в Арифлее. Есть? Ну, поднимите хоть, вот, 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 девушка, кто вас зовут? Карина. Карина? Ага, Карина, а вы где-то еще работаете, кроме Арифлее? А есть кто-то в том, где-то еще работает? Есть. Есть. И какой-нибудь уровень. Ладно, давайте, вот, и у вас какой уровень? 6. 6 процентов. И работаете кем? Кем? Водитель. Водитель. Чего? Машины. Отлично. Вас зовут? Татьяна. Татьяна, если не секрет, у вас как у водителя машины, какая зарплата? 10-12 тысяч, да? Вот, я, с вашего позволения, возьму калькулятор, потому что математика у меня цитрадана в школе. Значит, 10-12 тысяч. Так, мы, значит, раз посчитаем. 10 тысяч. Сколько вы работаете? По 8 часов в день, как обычно. 40 часов в неделю, то есть получается, да? 36 часов в неделю. 36, значит, умножить на 4, да? 4 недели у нас в месяц, так, на 4. Это получается 144 часа вы работаете в месяц. Теперь 10 тысяч. 10? Нет, я 100 написала, я вам прибавила. 10 тысяч мы делим на 144. Получается, вот, в калькуляторе у меня получается 69 рублей 44 копейки. Стоит час вашей бесценной жизни. Может, у кого-то и 30, никто был. На самом деле, когда люди занимаются такими подсчетами, это вообще тоже очень печальный подсчет бывает, потому что доходит вообще до очень смешных цифров, вплоть до 18 рублей у меня был в час человек. И когда он мне говорит, ой, ты знаешь, я спешу, я говорю, подожди, подожди, вот тебе 20 рублей, ты можешь на часик еще задержаться? Твой час стоит 20 рублей, я не могу его купить? Почему на твоей работе могут, да? То есть, вот 70 рублей, и вот девушка на час вся моя. Да, ну, а вы как бы выходите? Да, ребят, ну, чего? Чего вы смеетесь? Правда, да? Вот, если не секрет, вы до 60 процентов, да? Какая у вас зарплата в Reflame? Сколько вы в месяц получаете? Что-то около 2000. Что-то около 2000. Сколько времени вы тратите на работу в Reflame? Ну, только честно, вот реально прям тратите. Не так, что вы думаете, что вы тратите, а вот реально. Не приходите, у меня некоторые приходят на 3 часа, пьют час с одним, с другим. А они такие думают, что они работают. Да, то есть, вот реально, времени на, там, работу с людьми, может быть, с клиентами? Час в неделю, в день? В день. Да, то есть, это получается, каждый день работаете или есть выходные в Reflame? Пять дней. Каждый день, да? То есть... Я не работаю, но вообще. Ну, всего где-то, то есть, час у вас времени уходит, да? То есть, где-то, получается, 7 часов в неделю и 7 на 4, 28 в месяц. Раз, 9 на 28. Получается... О, у вас сейчас Reflame стоит на 3 рубля дороже. 7, кстати, рубля. 7,2 почти. Если вы сейчас посчитаете, то у вас зарплаты, вы только начали, да, 6-процентника. Вот если вы сейчас посчитаете, вообще, это очень наглядный пример. Если вы посчитаете... Ведь многие совмещают работу с Reflame не до уровня 6%, а гораздо дольше, да? И 15, и 18, и директора иногда совмещают. Получают 10 тысяч на работе. И, например, там, в Reflame 15. То есть, у меня такой есть пример. У меня прямо в команде есть девушка, медсестра. Ну, девушка, 40 лет. Ну, девушка. Знаешь, как у меня мама всегда говорит, у нас есть две категории людей. Молодые и маленькие. У нас нет других. В общем, вот молодая у меня девушка из команды, значит, ей 40 лет. И она медсестра. Зарплата у нее вообще печальная. 6 тысяч рублей, двое детей, там, все дела. Значит, у нее час там стоит рублей 30, вот так вот где-то. И зарплата у нее в Reflame, она на 18%, у нее зарплата 17 тысяч. И тратить она 2 часа в день. Чуть больше, чем мы. Ну, 2-3 иногда. Представляете, какая разница получается? У нее получилось, что в час на работе она получает 30 рублей, а в Reflame она получает там что-то 500 рублей, 600 рублей в час. Где логика? Да, где логика? Если можно получать 500 рублей в час, зачем получать 30? Вот непонятно. Да, то есть, видите, что самое интересное, зарплата в Reflame, да еще и расти будет. Это сейчас она 500 рублей в час, потом она будет 600, 700, да, сейчас у вас есть 2 рубля в час, потом там будет 100 рублей, сейчас вы выйдете, допустим, на 9%, у вас уже будет там 150 рублей в час. А на работе тогда останется такая же, то есть такая и была, правильно? Она же не выросла бы у вас 10-12 тысяч, она такой у вас и будет. Поэтому есть вообще такая тенденция в Reflame, тоже не мною, а там как-то маркетологами просчитано, что зарплата в Reflame, она в месяц растет на 1000 рублей, ну в среднем так, если человек нормально работает. Не слишком мало, но и не прям вот обработался. И многих людей это смущает, потому что на работе-то он получает 10 тысяч рублей человек, а в Reflame, например, первый месяц, все, одну секунду, да, первый месяц тысячу, да, но будет второй месяц, вы будете получать 2000, будет десятый месяц, да, где вы будете получать 10 тысяч на своей работе и 10 тысяч в Reflame. Но что самое смешное, будет 20-й месяц, 30-й месяц и 50-й месяц. И просто вот когда вы будете приоритеты расставлять, это не значит, что надо работу тут же бросить. Но может быть есть смысл подумать, а не начать не второй час в Reflame уделять, а может быть даже третий, чтобы он побыстрее вырос в ваш доход, и может быть уже нанять себе личного водителя и с работы с этой завязать. В общем, мне Наталья говорит, да, что у нас время вышло, да, на первую часть. Ну тогда передаю Юле слово, она, наверное, расскажет регламент. Сейчас мы с вами прерываемся на небольших перерывах. Я вас приглашаю к столику на кофе-брейк. Ровно в 3 часа мы с вами встречаемся здесь, на том же месте, на тех же местах. Так, я еще дополню. Значит, все, кто хочет приобрести книги сегодня, они продаются только по себестоимости, по той цене, по которой привезла Наталья. В офисе они будут продаваться дороже. То есть книга стоит 300 рублей. И еще там есть диски. Цена на диски до 50 рублей. То есть вы можете посмотреть, какие понравятся приобрести. И за 30 рублей, и за 50 рублей. И сейчас, значит, вам нужно организованно будет подойти, не толкаясь, всем все хватит. И налить себе чай или кофе. И взять со столов, есть булочки, есть бутерброды, есть конфеты. И обязательно подкрепиться. В 3 часа ровно мы начинаем. Булочка без пирожков. Вы у нас на осенье не подавали. Ну давайте тогда похлопаем тому, что нам Наталья тут наснимала в Турции. Ну, смотрите, наши люди при деле. У людей, видите, как-то выбор, да, приоритеты в другом направлении. Наташа, вообще спасибо огромное за такой ролик. Я всегда на каких-то мероприятиях бываю. И я всегда вообще с восхищением смотрю на то, какие у нас разные люди. Когда я начинала этот бизнес, меня очень вдохновлял журнал «Мерли Флейм». Вы вот когда сами получаете «Мерли Флейм», вы его с какой стороны читаете? С конца. С конца. Вот это вот только я читаю с конца. Все, оказывается, читают с конца. Потому что там напечатаны фотографии директоров, истории золотых, сапфировых, бриллиантовых. И меня всегда это очень вдохновляло, когда я была на маленьких уровнях, на уровне там 3, 6, 9%. Потому что когда хотелось все бросить и опустить руки, я открывала вот эту вот самую последнюю страничку, где даже до золотых я даже не доходила. Я смотрела только на фотографии директоров. И там были всегда напечатаны очень разные люди. И до сих пор я себя своим консультантам показываю. Вот если откроете любой мир, я сейчас у нас их вообще директоров много. Что смотрите, вот дядинка с усами, вот он смог стать директором. Вот женщина, да, вот сколько там, шесть, семьдесят сколько, семьдесят четыре года, да, смогла стать там директором, да. Смотри, вот эта вот девчонка совсем молодая. Все смогли, неужели мы с вами не сможем? На самом деле всех этих людей их объединяет ни возраст, ни пол, да, у нас мужчины, у нас женщины, у нас семейные пары, молодые и в возрасте, да, разные люди, богатые и бедные. Но их объединяет какое-то, наверное, желание, да, желание жить лучше, потому что вообще-то, сколько я знаю, самому, не знаю даже, как сказать, взрослому директору компании Арифлэйм 82 года женщине, когда она стала директором. Представляете? Я думаю, что это вообще большое мужество в таком возрасте, что начать, потому что многие люди в возрасте, с которыми я встречаюсь, они уже все давно поставили большой жирный крест, и как им кажется, что они уже все, доживают. Да, что, ой, уже, ну ладно, уже чего там, уже как бы, не жили богатым, нечего начинать, у нас такие утешительные есть пословицы, да, в русском языке. Вот, и, в общем, что, ой, да ладно, уже все, уже пусть молодые живут. А есть такие люди, которые никогда, несмотря ни на что, не складывают руки, никогда, да, и все время стремятся и действуют. Если, кстати, скачаете этот мультик до конца, вверх он называется, который я вам в начале сегодня показывала, вы посмотрите, как там дальше этот старенький дяденька действовал, и как он добивался своей мечты. И вообще очень классный мультик, он меня всегда очень вдохновляет. Ну, вторую часть, как я и обещала, я хотела посвятить уже более таким конкретным вопросом, фишкам, методам и методикам работы нашей команды, потому что команда у нас вообще суперская. Я, конечно, не буду говорить, что у нас самая лучшая команда, но у нас команда не хуже, чем ваша, это точно. То есть у нас очень достойная, да, с вами команда, потому что я вот вас лично мало кого знаю, но вот знаю Наталью, а знаю, что у хорошего генерала не может быть плохая армия, да, поэтому наверняка у вас очень дружная, замечательная команда. У меня команда, которая состоит из большого количества консультантов. Я вам сейчас точно не могу сказать, из какого, сколько конкретно количества людей в моей команде зарегистрировано. Ну, последний раз, когда мы считали, это было уже довольно давно, уже, наверное, даже год назад, это было около 15 тысяч человек. То есть довольно-таки такая, вот это, третий код у вас, то есть у меня в команде зарегистрировано. Директоров у меня в первой линии сейчас 4, и всего в команде, ну, в разный период времени, где-то около 40 директоров. То есть довольно-таки такая у нас большая, полудомитая команда растут, развиваются, открываются каждый каталог, новые консультанты. Как же мы работаем? На самом деле многие люди тратят большую такую часть времени на поиски секрета. Они думают, вот сейчас Наташа Костова приедет, и уж она-то нам расскажет, что делать-то надо, да, что вот, оказывается, мы этого не знали, да, что вот, и они все вообще думают, что директора знают какой-то такой секрет, но никому его не рассказывают. Как же стать директорами? На самом деле, если вы читали наш маркетинговый план, вы должны знать, да, что каждому директору выгодно очень, чтобы вы тоже стали директором, да, ему за это денег много заплатят. Вообще, может быть, для вас это будет новостью, а может быть, и вы знали, но в свое время меня это очень покорило, еще больше вот привязала компания Арифлэйм, что в 62-м, если я не ошибаюсь, в году, в 1962-м году ООО, Организация Объединенных Наций, знаете, да, наверное, такое, присудило сетевому бизнесу премию как самому человечному бизнесу на планете. Я вот об этом на всех своих презентациях рассказываю, потому что я этим очень горжусь, потому что в нашем бизнесе, в отличие от традиционного бизнеса, где нужно там конкурентов, да, нужно их там затоптать там, да. О, сегодня день сетевика, с праздником у вас, коллеги, тогда. Вот у нас вообще, да, с вами такой замечательный бизнес, то есть мы с вами, да, выгодно не то, чтобы потопить наших там конкурентов, да, что, представьте, что вы открыли магазин, и вот ваш сосед, он открыл такой же магазин. Вы там магазин одежды, и вы магазин одежды. Вы друг другу конкуренты, правильно, да, вам выгодно там разорить, да, растоптать, ну и все там такое, да, ну правильно, потому что вы конкуренты. У нас все наоборот, то есть у нас выгодно, чтобы вы выросли, да, чтобы вы еще больше зарабатывали. Вот даже приезжаем друг к другу за тысячу верст обмениваться опытом. Поэтому у нас бизнес, он такой вообще замечательный, и многие думают, что вот несмотря на то, что план у тебя не знают, они думают, что все равно директора какую-то фишку знают. На самом деле фишка в том, что фишки нет. Правда? Вот вчера, когда с Натальей разговаривали, на самом деле все все время ждут, что приедет кто-то и скажет волшебное слово. А, да, и все. И все тут, ах, вот оно что оказывается. И все вдруг станут директорами. На самом деле фишка в том, что надо много просто работать. Успех — это большое количество правильных действий. Вот запишите себе. Успех — это большое количество правильных действий. А что такое тогда неуспех, исходя из этого? Большое количество неправильных действий. Да, это либо большое количество неправильных действий, либо малое количество правильных. То есть вы можете все правильно делать, просто мало. Ну, то есть все как бы нормально вы делаете, просто мало. Знаете, есть как бы вот какая-то критическая точка. Представьте, что вот есть стакан, да, и успех это, когда есть стакан, а вода начинает выливаться. Но для того, чтобы туда вода выливалась, сначала она должна полностью заполнить стакан. И вот ваш стакан, он заполняется, но просто по капельке в год. Ну как быстро он заполнится? Ну когда-то он заполнится. Ну просто это будет долго. А у кого-то из вас он заполняется прям вот так. У того успех будет быстрый. Да, то есть, только вы еще не забывайте, что у нас вообще волшебный стакан. Это знаете, как для задачки, задачки для второклассника. В бассейн выливается, и из бассейна выливается, да. То есть вы вливаете в эту стаканную часть, а тут еще все время магическим образом выливаете, да. Вы приглашаете людей. Но есть такие люди, которые делали дед на заказах, но потом что-то перестали делать, да. То есть они вылились из бассейна под названием Арифейн, да. Передумали мыться, решили, что это бесполезное занятие, все равно потом грязным становится. И в общем, думаю, что зачем на это деньги переводить, не будем мы. Вот. Фишки на самом деле, ребят, правда, никакой нет. Я, конечно, вам расскажу, какие наши наработки, но чем быстрее вы вот этот вот момент поймете, тем быстрее пойдет ваш рост. Что на самом деле просто надо, вот простите меня отзыва, надо впахивать. Вот правда, пахать надо. Понимаете, это вот только со стороны так выглядит, что ой, она там вышла, с микрофоном постояла, да, и все. Подумаешь, прям работа какая. Но этому предшествует большой очень прост труд. Мне мой директор, один ныне золотой, вот, кстати, напечатан в третьем альманахе, Анастасия Ананина, может быть, вы ее видели, да наверняка вы ее видели, может, просто не помните, она, у нее вообще сбылась такая мечта, даже которая у нее, она сама не знала, что она о ней будет мечтать, она снималась в рекламе с Плющенко, которую показывали по всем центральным каналам. В Котлосе такого показывали, что, да, там были несколько реклам. Одна, ну, просто Евгения Плющенко, там, рассказывает о себе, а были еще с некоторыми людьми, которые, там, семейная пара была, помните, такое, да, и была там такая молодая, симпатичная, блондинистая девушка, которая говорила, «Я была студенткой, там, мечтала о машине», ну, Анастасия, в принципе, не таким голосом говорит всегда. Ну, в общем, она не снималась в этой рекламе, это вообще чудо, на самом деле, потому что эта девчонка, которая жила этажом ниже, чем я, да, и когда она мне потом сказала, когда Таташа, конечно, знала, что он меня до каких-то чудес доведет, но что до таких, я не знала, потому что это человек, у которого даже нет высшего образования, она швея по образованию, ну, там, портниха. Она была, да, у вас? Она, кстати, чего-то вот такого слова «корежма» я не слышала. Вот мне кажется, у нее то ли здесь родственники, то ли кто-то еще, друзья, точно. Она у вас выступала, нет? Просто была в гостях. В общем, Настя, да, она очень такая еще привлекательная внешняя девушка, очень хорошо говорит, ее, в общем, взяли для рекламы с Плющенко. И когда она говорит, я пришла домой к маме, а мама у нее такая, ну, такая советская женщина с дачи, там, с лопатой совсем, и говорит, Настя, а это что ж теперь? Теперь все же наши соседи тебя по телевизору увидят. Она говорит, да нет, мама, это меня вся Россия теперь увидит по телевизору. То есть, представляете, какие РФМ мечты исполнять, да, что можно даже вам по телевизору с Плющенко сниматься, да, и вообще, кроме как в РФМ, мне кажется, это просто никак невозможно. Так вот, когда Настя мне однажды просто открыла глаза вообще на наш бизнес, а мы с ней, когда она первый раз попала на банкет директоров, а для меня это уже был, наверное, второй или третий банкет, она зашла, там много людей, официанты, все такие красивые, столы накрыты, все, пши. Она такая стоит, смотрит на этих людей, которые там фотографируются, так все. А у меня родители не квалифицировались на банкет директоров, ну, там было чувство определенного критерия. Ну, может быть, вы не знаете, какие там есть критерии, но, в принципе, ты можешь быть директором золотым, но в банкет не поехать, если ты там кое-что недовыполнил. И она стоит, смотрит и говорит, Наташа, посмотри на этот зал. Здесь несколько тысяч человек, которые каждый день пашут, как лошади. А еще несколько тысяч человек, которые, как твои родители, тоже каждый день пашут, как лошади, но по разным причинам на этот банкет не попали. И вот тогда, в этот момент, я просто щелкнула, что же такое директор? На самом деле, это просто человек, который много делает. Чем директор отличается от трехпроцентника? Да ничем, кроме как количеством действий. И в том числе, количеством полученных отказов, количеством неудач, количеством непришедших людей навстречу и так далее. Успех, да, вот еще раз повторюсь, это большое количество правильных действий и ничего иначе. Как я вообще подхожу к позиции количества-качества? Вот есть такие две точки зрения на этот вопрос. Некоторые считают, что надо, например, я сейчас буду говорить, да, только о построении команды, как бы каталоги меня не интересуют. Некоторые считают, что надо пригласить несколько человек, ну, например, одного, и очень его долго холить, лелеет там, да, и сделать из него директора. Ну, в крайнем случае, да. Я приглашу свою подругу и буду делать ее директором. Это мне напоминает вообще вот такую приблизительно картину. Представьте, что у вас есть яичко, да, которое должно вылупиться когда-то. И вам очень нужна уточка, ну, директор, уточка хорошенькая. И вы это яичко холите, лелеете, целуете, обнимаете, бац! И из него прогибает цыпляночка. И вы думаете, нет, ну, мне же нужна уточка. И вы начинаете еще больше ее холить, лелеять, понимаете? А эта уточка, ой, эта цыпленка, он вырастает во взрослую курицу. Как бы вы ей в попу не дули, извините за выражение, ну, никак она уточкой не станет. Сидит человек, да, передо мной иногда, и я понимаю, что у него табличка на лбу большая. А не приемный день. А мы перед ним тут, эй, давай, давай, давай бизнес, давай там директор. А он такой селит, да, и мы все равно перед ним, ну, давай, ты же хочешь, а он не хочет. Понимаете, он не хочет. И на самом деле гораздо проще взять другое яичко и попробовать его высидеть. И, возможно, там есть уточка. Может быть и нет. Тогда надо взять третье яичко. И чем быстрее эти яички вы будете высиживать, тем быстрее вероятность у вас там уточку найти. Понимаете, вот есть статистика, что есть такие люди, которые занимаются ловлей шемчуга. Ну, натурального, из ракуши. И статистика такова, что в тысячи трехсот ракушках есть десять жемчужин. По статистике. Да, статистика упрямая вещь. Здесь будет бесполезно. В какой – неизвестно. Представьте, что вы открываете сегодня утром глаза, и магическим образом у вас в зале на ковре вымолено тысячи триста таких ракушек. Да? Вы думаете, блин, тут же десять жемчужин. Я же сейчас обогачусь, вообще буду всю жизнь богатым, работать не надо. Как вы будете делать? Вы возьмете одну. Вы будете долго ходить, приглядываться. Думаете, нет, да? Вот в этой ракушечке есть жемчужина. Аккуратненько ее откройте, пац, а там нету. Вы сходите кофейку попьете, там делик посмотрите, да? Потом пац, откройте вторую ракушечку, а там нету, да? И так это будет у вас долго продолжаться. Я думаю, что это будет не так. Я думаю, что вы быстрее возьмете ножик, и все быстрее будете начнете скрывать. И даже если на пятисотой ракушке все равно будет пусто, вы не остановитесь, потому что вы все равно знаете, что десять жемчужин там есть. В первых или в последних ракушках значения не имеют. Просто надо их все скрыть, чтобы свои десять жемчужин найти. Аналогия понятна? Если вам нужно десять, например, директоров, что вам нужно? Холить, лелеть, как бы холить, лелеять, конечно, нужно. Но понимаете, если в человеке внутри нет жемчужины, вырастить ее нельзя. Нельзя. Что такое успех? Успех – это пересечение шанса и готовности. Это фраза, которую мне подарила в этом году Олимпина Хафизова, которая стала вообще моей путеводной звездой. Я вообще уже вчера Наташа рассказывала, у меня есть такая волшебная тетрадка. Может кто-нибудь из вас тоже ее заведет? Я с ней вообще нигде не расстаюсь. У меня есть вот такая наша корпоративная тетрадка, которая называется «Слова, которые изменили мою жизнь». И я тогда записываю всякие такие фразы, которые, правда, изменили мою жизнь и очень заставили меня о многом задуматься. И в том числе здесь есть вот эта вот фраза, что шанс – это пересечение удачи, это пересечение шанса и готовности. Потому что многие думают, что ну вот я же даю ей шанс в рефлейм, ну чего же она не хочет так? Ну чего же она? Я же уже перед ней и так и уже без гинку станцевала и все уже. Понимаете? А она все равно не хочет. Потому что она не готова. Она не готова. Кто вообще приходит в рефлейм? Если вы поспрашиваете людей, у которых здесь добились успеха, все как один вам скажут. «Ты знаешь, я давно что-то искала. Я давно о чем-то думала. Я думала, что то, чем я занимаюсь, не приведет меня к желаемому результату. Я искала, я думала, я мозговала, и вдруг бац пришел рефлейм. Вот он. И тут я поняла, что вот оно. То, что я давно искала». Поговорите с людьми, которые добились здесь успеха, и вряд ли они вам скажут, что «Ты знаешь, я была уборщицей, меня все устраивало, и меня вот тут насильно в рефлейм привели». Никто такого не скажет. Может быть, человек вам и скажет, «Ты знаешь, я была уборщицей, но мне это так не нравилось. Я хотела вырваться в другую жизнь». И когда пришел рефлейм, я поняла, что вот это и есть мой шанс. Потому что, знаете, когда ученик готов, появляется учитель. Когда ученик готов, учитель появляется. Когда вы готовы воспринимать информацию, появляется человек, который вам будет давать эту информацию. Это может быть какой-то ментальный спонсор, книга какая-то, или какой-то живой человек. Ко мне очень часто там в интернете обращаются всякими просьбами, консультанты вообще не из моих структур. Но ведь есть большое количество людей, которые «Вот она я, готова рассказывать, могу уделиться». Но никто не спрашивает, никому не интересно. Потому что люди не готовы. И в моей команде такие есть, и в ваших знакомых такие люди будут. Иногда это обидно, что это самые близкие наши люди. Мы так хотим, чтобы наша сестра была нашим директором. Или наша мама, или самая-самая лучшая закадычная подружка. Но она не готова. Ее устраивает та ситуация, которая у нее есть в жизни. Поэтому ищите людей, ищущих. Ищите ищущих людей. Ищите людей, готовых к переменам. Ищите людей, у которых глаза горят. Просто, ну, с людьми, у которых не горят глаза, ну, нельзя строить бизнес. Они могут быть хорошими исполнителями. Они могут хорошо там назначать встречи. Но великое им не по плечу, понимаете? Даже директором вряд ли они станут. И прежде всего, у вас у самих должны гореть глаза. Нельзя идти к людям просто вот пустыми такими, знаете, цифры, эти кружочки, проценты. Они никому не нужны. На самом деле, если вы заразите человека идеей Арифлей, проценты он потом узнает. Они от него никуда не денутся. Он поймет их, он их запомнит. Но если человек поймет саму идею Арифлей, она ему понравится. Вот этот человек будет вашим, на самом деле, серьезным бизнес-партнером. Поэтому, что я имею в виду соотношение количества и качества? Качество, знаете, это... Качество – это всегда мнение. И только количество, безусловно. Ну, вот там, красиво у меня сегодня платье или нет? Кто-то скажет «да», кто-то скажет «нет». Но это просто мнение, да? То есть это... Это качество, да? То есть как бы там... Вот его можно измерить короткое, длинное. Вот это можно измерить, да? Это количество. Красивый ли у нас сегодня с вами зал? Тепло ли на улице или холодно. Да? То есть как бы... Ну, вот это вот можно измерить, да? Можно измерить даже не тепло или холодно, а конкретную температуру. Вот вопрос такой. Кто из вас пришел за деньгами в Арифлей? Поднимите руку. Слушайте, если вы так будете поднимать руки, директорами вы будете очень долго, знаете, если вам плохо, даже руку поднять. Девочки, вопрос такой. Кому нужно 100 рублей? Я не поняла. Кому нужно 100 рублей? Кому нужно 100 рублей? Не надо. Кому нужно 100 рублей? Никому не нужно. Вам не нужно 100 рублей. Ведь Маги далеко сидела, ведь много людей сидели. Думаете, а я потом их заберу? Нет. Нет, берите. Как бы вот эта самая мелкая бумажка, которая у меня в кошельке была. У нее она за 5 секунд заработала 100 рублей. Вам даже, простите, мадам сижу лом поднять, чтобы 100 рублей заработали. Как же вы в Арифлэнду хотите, чтобы... Тут, знаете, просто подошел и взял тупо, да? Я хочу. А кто, здесь кто-нибудь хочет, я хочу. А еще кто-то хочет, я хочу, да? Вот как бы, и чего от вашего хочу? Встали сделать, да? Я же вам в первой части сказала, под сидячую попу доллар не подсунешь. Чего вы сидите? Так я не поняла, кто пришел за деньгами? Все. Все, все. Отлично. Пришли за деньгами. Вопрос такой. Вам нужно 100 хороших, новеньких, прямо из банка рублей, вот таких красивеньких, гладеньких, прям, ну очень качественных, очень красивых, или чувака мятых долларов? Мятых долларов. Чем 100 гладеньких рублей, правильно? То есть, когда речь идет о деньгах, вопрос качества, никого не волнует. Правильно я понимаю вас? Вас всех устроил чемодан мятых долларов, а не 100 гладеньких рублей. Так почему, если мы говорим о бизнесе с Арифлейм, вы упираетесь в качество? Ведь вам нужно количество. Вам нужно количество заработанных денег. Так у вас должно быть количество, а не качество. За что Арифлейм платит деньги? Давайте разберемся. За товарооборот. За что? За товарооборот. За товарооборот, правильно, да? То есть, иногда там ответ, за там рекрутирование, за это все, понимаете, прелюдия, что называется. За это Арифлейм не платит. За то, что мы ходим в офис. Арифлейм вообще все равно, ходим мы в офис или не ходим. Некоторые строят товарооборот, там, в кафе, например. Какая ему разница, да? Делать товарооборот. Товарооборот директорской структуры сколько? Директорами города. 150 тысяч. Ну, говорите, 180. 180 тысяч рублей где-то товарооборот по дистрибьюторским ценам. Я не о нем, правда, считаю дистрибьюторские цены. Мы же как компонент, да, продаем. Ну, не продаем, да, там, покупаем. Значит, 180 тысяч рублей. Вот какое количество людей у вас их сделает? 10 человек по 18 тысяч, 100 человек по 1800 рублей или тысячи человек по 180 рублей продадут. Вам Арифлейм ставят рамки? Нет. Не ставят. Главное, ты хочешь быть директором? 180 тысяч и тебе там банкет, тысячу долларов, все как положено. Так вот, чем быстрее такого товарооборота вы достигнете, тем быстрее вы будете директором. Поэтому, если вы пришли в Арифлейм за деньгами, за деньгами, то сосредоточьтесь, пожалуйста, на количестве, а не на качестве. А поймите меня правильно, это не значит, что мы зарекрутировали человека и забыли о нем. Это значит, что мы не приглашаем одного человека и не пытаемся из него кого-то сделать. Вы понимаете, что директором человека сделать нельзя? Директором человек может стать только сам. Захотеть и стать. А мы можем только подсказать. Даже я не сказала ему помочь. Ну, роль спонсора, вот, я всегда всем своим девчонкам тоже говорю, что, ты знаешь, за все твои удачи, вот, за всех твоих удачах, вот, повинна только ты одна, вот, скажем так, да, то есть это только твои удачи. Моя роль как спонсора там 0,5%, но то же самое во всех твоих неудачах. Не надо перекладывать больной головы на здоровых, что тебе там что-то спонсор не додал, да, что что-то не научили тебя. Все то же самое. Для того, чтобы в Арифлейме стать, вот, добиться успеха, я вот представляю себе, как, я же говорю, я визуал, да, у меня все в глаза. Вот я представляю себе бизнес Арифлейм, знаете, как вот в школе проходили такую палитру, знаете, что все цвета состоят из трех базовых оттенков, красный, желтый и синий, да, то есть все остальные цвета зеленые, это, например, желтые наложили на синий, получился зеленый там, да, ну, в разных сочетаниях могут быть разные оттенки зеленого, там, чуть ближе к желтому, чуть ближе к синим и так далее. Ты хочешь получать зарплату, зарплату директору платит только, если он делает 200 баллов лично. Понятно? Понятно. Если хочешь стать директором, то ты должен делать 200 баллов, потому что директор делает 200 баллов, а если ты, там, 9%-ник, но делаешь 150, значит, ты директором не хочешь стать. Вот как вот наш с вами тренинг со 100 рублями. Хочешь 100 рублей? Хочу! Не хочешь, раз ты 200 баллов не держишь. Потому что сначала надо делать, а потом ты уже будешь, да, помните, я вам в самом начале рассказывала, да, про причинно-следственную связь, что люди думают, что я стою, там, с листовками, потому что я 150 тысяч получаю. 150 тысяч получаю, потому что с листовками стою. Здесь то же самое, да, делал 200 баллов, только потом ты будешь директором. То же самое, кстати, вы, кстати, вспоминаете мысли, на которых я останавливаюсь, еще много потом, буквально, далеко уходить. Вот, кстати, об отношении, да, вот вы всегда в ситуации думаете, а как бы в этой ситуации поступил директор? Например, чего-нибудь не пришло, на складе нет. Есть такая беда в Котласе? Нету сумок золотой хит. Ах, мужик, ой, какой кошмар, арифм, ваш это вообще, как тут можно работать, да, это вообще шарашками кота. Говорят так в Котласе? У нас говорят. Очень любят, да, велмоса и того нет, черт побери, коктейля. Только тут решила похудеть, и даже этого нет, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Потом всегда, я думаю, вот задумываясь, человек пришел стать директором. Как бы директор на этом месте поступил? Он бы орал так же, положены бы? Нет. Он бы вообще подумал бы об этом? Нет. То есть ты хочешь быть директором, а думать как трехпроцентник. Так не бывает. Директор думает, знаете, король должен быть как король, а нищий должен быть как нищий. Директор, он должен думать как директор, да, и если вы уже безнамерились стать директором, вы всегда себя ловите. Я вчера уже у Натальи сказала, что в том числе в моих фразах, которые, слова, которые поменяли мою жизнь, есть такая фраза, тоже от Владимира Полежаева, что калибр лидера измеряется проблемой, измеряется калибром проблемы, который может вывести его из себя. Я вот Алифе благодарна, знаете, за что? Я очень поменялась благодаря Алифе. Ну, может, это заметно со стороны, но я вообще такая очень экспрессивная такая девушка. То есть я овен по гороскопу. То есть до Алифе я была вообще сумасшедшим человеком. То есть меня мама очень слабо переживала, потому что я очень взрывная. То есть если мне что-то не помоило, я сразу ха-а-а там, да, вот так вот. А потом, когда я вот эту фразу услышала, услышала где-то лет 7 назад, когда меня что-нибудь выводило из себя, я сразу ее вспоминала. И думаю, не, ну я ж лидер. Не, ну я ж не могу из-за этого выводиться из себя, правильно? Не, я не буду тут напрягаться. Все, сразу как рукой снимай, да? Потому что я ж хочу соответствовать, да, тому месту, куда я мечу. А хочу быть там президентом Алифе. Как президент может напрягаться из-за того, что нет сумки с золотой хит на складе? Или из-за того, что к нему там на презентацию никто не пришел? Да, он уплюнул, растер и дальше пошел, да? То есть даже не будет напрягаться. Поэтому, возвращаясь, да, к продажам. Опять же, почему важны продажи? Потому что люди, из которых вы будете строить свою команду, да, возвращаемся к тому, что компания нам платит за товарооборот. Не за регистрацию людей, да? Это у нас платит перепись населения, да? За регистрацию людей записал там, о, все, получил там 100 рублей. Значит, нам платят за товарооборот. Поэтому, если вы просто так набрали людей, но они при этом никакой товарооборот не делают, это все фельдкина грамотка. Соответственно, людей, которых вы пригласили, вам надо научить делать заказы. Надо. Чему вы, как вы можете человеку научить, если вы сами этого не умеете? Вот если я, например, не умею делать там люля-кебаб, как я могу вас его научить делать? Никак. Давайте с вами еще проведем один трейлер, только вы, по-честному, будете в нем участвовать. Не будете сидеть, ручки сложить? Давайте так. Все вот так вот ручку, кулачок зажали вот тут вот. Давайте, по-честному. Поддержите ж меня. Давайте. И вытянули дружно вперед указательный палец. Быстро. Держи, 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 держи. Класс, да? Смотрите. Две трети зала вытянули вперед. Большой. А теперь я сказала русским языком вытянуть указательный. Почему? Потому что люди делают то, что мы делаем, а не то, что мы говорим. Я сказала вытянуть указательный, но вытянула большой. И многие повторили за мной. Не потому что у них со слухом плохо, а потому что это в нормальной природе вещей. Ребенок делает то, что делает мама. И если мама говорит там, ну не знаю, не кури, но при этом сама курит, вероятность того, что ребенок будет курить, очень велика. Говорят, что в семье алкоголиков 95% детей вырастают алкоголиками. Несмотря на то, что ему не говорили, потому что он видит это. И он моделирует эту же, да? Он эту модель повторяет в жизни. Я вам сказала, многие из вас вытянули большой. Вы говорите человеку, делай 200 баллов, а сами делаете 36. Что он будет делать, исходя из нашего с вами тренинга? 36. Ну, приблизительно, да? Потому что он же понимает, что что-то вы ему говорите, но сами-то вы делаете другое. И он повторяет. Вы сами только что это доказали. Это всегда так работает. Очень часто команды подобные притягиваются к подобному, говорят. Я вот сейчас смотрю, что у меня команды под людьми очень похожи на лидера. Если лидер сама молодая мама, у нее там 80% молодых мам. Если лидер пенсионерка, у нее 80% пенсионеров. Если она вся такая сама сомневающаяся, у нее в команде одни сплошь сомневающиеся. Вот здесь то же самое. Если вы хотите, чтобы у вас команда все-таки делала заказы, а не просто была подписана в Reflame, то вы сами начните с себя. Начать надо с себя. Делать 200 баллов. Дайте себе слово, что с этого каталога меньше 200 баллов я не делаю. На самом деле это самое простое условие, ничего сложного в этом нет. Тем более с появлением Wellness, я хочу сказать вам, что я всегда раньше переживала по поводу того, что я очень часто зову людей просто для себя покупать. Я всегда думала, что 200 баллов для себя никак не купишь косметикой, ну правда не купишь, да, но это много. С появлением Wellness я так выдохнула, что 200 баллов можно делать только на семью. Коктейль плюс пэк это сколько баллов? 7,7. 37 плюс 40, да? А если муж есть, это еще, еще, еще 77, да? 7,7 плюс 7,7? 154. Ну оставшиеся там 46 баллов как раз там на косметику, ну может там одной подружке в каталоге показать. Ну то есть как бы, ну у меня продажи Wellness очень большие в команде. Я вообще не знаю, как у вас, но как вы относитесь к этому продукту, но я сейчас очень много об этом говорю. Когда я даю два каталога своему человеку при регистрации, я всегда говорю следующее, что вот вам два каталога, вот в этом вы разберетесь сами, а вот про этот я вам сейчас подробно расскажу. Каталог косметики есть особенно у меня время ограниченное яд, да и не просто. Он сам все там поймет. Ну что, он шампунь, что ли, разберется или, ну что, он запах, не потратил страничку без меня? А вот про каталог Wellness я обязательно очень подробно рассказываю. Я сама рассказываю про себя, у меня просто замечательная история. Во-первых, самое главное у меня, у меня были очень большие проблемы с желудком. В общем-то, гастрин, переходящий в язву. То есть меня вплоть до того, что на скорую возили и делали такую ужасную процедуру, кто когда-нибудь трубку глотал. Это ужасно, потому что мне делали там облепиховым маслом, там наливали, и мне так в течение двух недель надо было ходить каждый день глотать эту трубку. Не поверьте, чем закончилось глотание трубки. Я говорю, вот что значит профессиональный Айфлэм, я медсестру зарекрутировала. Я говорю, профессиональный консультант Айфлэм, он даже с трубкой во рту может продолжать свою работу, серьезно. В общем, очень мне это все было печально, очень меня это беспокоило. Видимо, тоже там студенческие года, когда все это бутерброды и все дела, не прошли даром. И вот благодаря Wellness, вот уже полтора года, я вообще не знаю проблем с желудком. Вот, потому что я вообще настолько этому так благодарна, потому что я никак не поменяла свой образ жизни. Единственный мой завтрак это коктейль Natural Balance, да, то есть как бы я пью коктейль. То есть любой ванильный, клубничный, я пью с молоком его обязательно, каждое утро, вот за исключением, вот сейчас вот таких только поездок, пока нам еще не сделали вот эти одноразовые. То есть будут сейчас, ну такие вот в пакетиках, да, буду обязательно пить, потому что на самом деле Wellness это просто чудо. Вот этот астоксантин, у меня еще опять же, да, я вот рассказываю просто про себя, потому что Айфлэм вообще это бизнес истории. Да, то есть никому вообще эти химические формулы нафиг не нужны, рассказывайте про себя. Я вам расскажу про себя, может после этого вы начнете пить Wellness сами, и потом у вас появятся свои истории, и ваши консультанты, и ваши клиенты тоже будут заказывать у вас Wellness. У нас вообще норма в команде, что у человека хотя бы одна подписка на Wellness. То есть если он очень ограничен средствами, то хотя бы или коктейль, или пэк. В идеале это и коктейль, и пэк, да, потому что когда меня спрашивают, вот вы рассказали, нам вот так все захватилось, а что лучше взять, коктейль или пэк? Я говорю, ну вот с утра вы встаете, и что лучше, зубы почистить или умыться? То есть одно, другое никак не заменяет, да, то есть это два совершенно разных действия, и они необходимы, каждое по-своему. Так вот этот астоксантин, поскольку я такая вообще тоже простывайка, то есть я болею постоянно, простужаюсь с температурой, с соплями, с кашем совсем. Вот полтора года, опять же, фу-фу-фу, вот ни разу вот не болела. Ни разу вообще, что вот там, ну вот это, чувствую, соплю уже раз, тебе сразу ударную дозу астоксантина. Ударная доза астоксантина это в день 4 капсулы. Можете сказать себе отдельно, шведский бьюти комплекс, когда у меня его нет, я просто потрошу пэк. То есть потом допиваю отдельно витамины, там вот это вот все, жир, только вот астоксантин, вот 4 в день, 3 дня вот вы так пропили, вы не заболеете. У вас все в это, то, что было, на корню уйдет. Я считаю, что это гораздо лучше, чем утравить свой организм антибиотиками. Поэтому на самом деле наш wellness это не роскошь, как некоторые думают, что ой, это какой-то там роскошь, да. Это необходимо вообще для нашей жизни сейчас. Если у человека, вот у меня пенсионеры даже все на wellness подписаны. Потому что я говорю, вы лучше себе не покупайте, откажитесь, не купите 5 килограмм печенья и 2 килограмма колбасы. Не съешьте вы это за месяц. Ничего с вашим организмом не случится, вообще ни капельки. Зато пользы будет вот просто море. У меня wellness больше всего продает моя бабушка. Та самая, которую вот я на море возила, она у меня еще и подписывает своих бабушек на wellness. Я всегда все время смотрю, у меня новые регистрации в Рязани. Думаю, блин, я же не живу уже в Рязани 2,5 года, как я могу там кого-то регистрировать? Смотрю, смотрю, потом смотрю, по 77 баллов делают. Ну, пэка-коктейль, пэка-коктейль. А, бабушка подписала. То есть у меня бабушке под 80 лет, и ее все, она говорит, я все время у моей бабушки спрашиваю. Клав, ты че ж так быстро бегаешь, че делаешь, за внучкой, да, че цветы пью. Он как, белос пью, че пьешь, там, да, ну, как-то. Ну, она мне их называют, называют пэлос, пэлос. Не пэлос, а пэлос. Он как, слышишь, так, я вот пэлос пью, мои вот в Арифлейм меня снабжают. Че за пэлос-то? Ну, вот тут вот, намешал там это. Все, бабок своих на это, на всех подсадил, там, в Рязани у нас там на коктейли, на это. Поэтому пенсионерам, школьникам, студентам продавайте перекусы. Не пэлос продавайте, продавайте перекусы, да. Вот студент там пошел, да, в институт. Че у нас обычно он там ест? Кофе и булочку. Или там кофе и бутерброд, да. А потом мы удивляемся, что у нас к пятому курсу желудок болит, и попа, извините, в дверь не пролазит. Не, ну а чего, да, и сникерсы, это все же очень калорийно. В одной порции велнеса 65 калорий. Представляете, в сникерсе там под 500. Если три таких сникерса, это суточная доза человека, сколько он должен скушать. Но мы, извините, съедаем не один сникерс, а мы съедаем сникерс, потом еще полноценный обед, вон и Надя Шейпер с коктейлем вижу. Не, на самом деле, если вы хотите сохранить хорошую фигуру, я благодаря велнесу где-то похудела на 3 кг, хотя не ставила себе такой цели. Просто как бы это, видимо, какое-то естественное течение организма. Поэтому для тех, кто хочет еще фигуру привести в порядок, вообще велнес – это необходимая просто вещь. Значит, я отвлеклась. Значит, продажи. Первое – это у нас красный цвет. Второе – рекрутирование. Это у нас синий цвет. То есть, если вы хотите, чтобы ваша команда росла, в нее постоянно должны вливаться новые люди. Вот я всегда вливание новых людей, знаете, как рассматриваю. Особенно, когда в офисе очень много уже таких лидеров, как они сейчас считают, он, как, великий диркатор, человек на уровне, он весь такой же князек, у него там свой стул в офисе, такой большой, весь и важный. Значит, и, значит, когда в этом офисе маленькое рекрутирование, в него попадаешь, я всегда чувствую себя как в доме престарелых. Правда. Потому что там все так уныло. Вот, правда, уныло. Вот вливание новых людей. Представьте, вот, у кого-то же образное мышление, представьте себе, такой дом престарелых, где уже люди, ну, такие, в возрасте, уже ни во что не верят, все больные, у них все плохо, плохо, плохо. И вдруг туда запустили целую мотану детей. Представьте, да, сразу шум, гвал, жизнь, игры, да, мячики. Ну, сразу, вообще, ну, веселье, да, у детей. Вот, когда у вас в команду вливаются новые люди, это как дети в доме престарелых. Они вас даже забудят. Правда. Потому что, чему можно больше всего научиться у новичка? Энтузиазму. На самом деле, весь этот бизнес, он делается на энтузиазме. Я уже вам все несколько раз сказала, что если у вас потухли глаза, срочно их разжигайте, как хотите, иначе у вас бизнес очень быстро загнется. И новички, они вот своими вот этими глазами, я всегда у новичков этому учусь. Ко мне приходит человек, и он начинает это все делать. Для него это в новинку. И я сама от него этому заражаюсь. И нужно уметь как-то с людьми работать. Вспомните вообще такой фильм «Москва слезам не верит». Пересмотрите, скачайте себе его из интернета. Вообще «Москва слезам не верит» — это пособие по сетевому маркетингу. Это я вам точно поговорю. Потому что... Все смотрели? Помните героиню Вера Олентовой, когда уже она стала этой... директором завода. И ее, значит, муравьевы спрашивают. «Слушай, у тебя в подчинении столько людей, там, несколько тысяч. Как ты с ними управляешься?» Она говорит, что самое сложное — это научиться управлять тремя. А потом количество уже не имеет значения. Я бы еще добавила, что самое сложное — это еще научиться управлять собой. И тремя. Да? Потому что это на самом деле искусство. Вот человек из сетевого бизнеса — это вообще универсальный солдат, я считаю. Он должен... Вообще в любую сферу бизнеса его отправить, он нигде не пропадет. Он, во-первых, организатор. Так, сорганизуют всех, так, стульчики расставят, да-да-да. Он должен это уметь? Должен. Он менеджер, да, он должен уметь продажи делать, да. Он кадровик, персонал нанимает, да. Он психолог, он педагог. Да все, что угодно, да. То есть мы должны обладать сферами, знаниями во всех сферах деятельности. И многие, знаете, думают, что ты пришел к такой Марифлейм, да, работал в какой-нибудь другой сфере деятельности, и знаешь, что ты с крыточка раз тут стал директором. Ничего подобного. Представьте, что вы всю жизнь были педагогом, например, и решили стать экономистом или врачом, да. Вы приходите и говорите, ну, здрасте, я хочу быть врачом. Говорят, о, ну здорово, классно, вот вам скальпили, идите проводите операции, да. Так делают? Нет. На врача учат 6 лет, правильно? Потому что нельзя просто так взять, там, попорезал что-то, да, там, что-то... Нужно знать четко, что, как, куда и почему. А люди думают, они вот сейчас пришли в Марифлейм, но четко там поняли и начали делать. На самом деле то, что нам с вами, наш спонсор, рассказывает на презентации, это вот такая вот верхушка айсберга. Это скелет. Это скелет бизнеса. Но для того, чтобы здесь работать, здесь надо очень много знаний иметь. И когда этим не пренебрегайте, будьте жадными до знаний. На самом деле читайте все вот эти книжки, покупайте их тоннами, общайтесь с людьми, которые попадаются вам под руки, да, которые уже преуспели. На самом деле, если ты хочешь, вот, хочешь быть стройным, у кого надо учиться? Ну, стройным. Хочешь быть музыкантом, у кого надо учиться? У музыканта. Хочешь быть богатым, у кого надо учиться-то? У богатых. У богатых, да. А мы все думаем, ой, вы знаете, я посоветовалась с соседкой Машей, она мне сказала, что в Марифлейм работать не надо. А кто у нас соседка Маша, да, вот уборщица у нас на лестничных клетрах убирает? Ну, правильно, ты правильно к ней пошла за советом. Кому ж еще идти за советом, да? Ну, мы ж, если с вами хотим хороших детей вырастить, мы ж не советуемся с мамой, у которых там двое детей, мальчик в тюрьме сидит, а дочка проституткой стала. Мы с ней не советуемся по выращиванию детей-то, по воспитанию? Нет, наверное? Мы не приводим к ней и не говорим, слушай, вот как мне из дочки вырастить человека? Потому что ей это не удалось. Она может быть хороший человек, но ей именно это не удалось. Если у нас с вами прорвало кран, мы кого зовем? Это техника, понимаете? Мы не зовем друга зубного врача. Да, что он зубной врач? Несмотря на то, что он может быть очень хороший друг. И от души вам желает там помощи и добра и всего такого. Если вы хотите стать богатым, смысл советоваться с бедными людьми? О, кстати, тоже супертренинг. Не знаю, Наташа, проводили вы такой элемент? Вы можете его себе провести. Можете прямо сейчас это сделать, если хотите. Напишите пять своих самых людей, с которыми вы чаще всего общаетесь. Ну, может быть, мама, папа, муж, сестра, матушка. Пять самых людей, которые чаще всего попадают в ваше поле зрения. Пять. Написали? Понятно, что напишите. Написали. Написали. Молодцы. Теперь напишите против каждого этого человека приблизительный его ежемесячный доход. Ну, приблизительный, может быть, если вы точно прям не знаете. Там десять, пятнадцать, шесть, тридцать, десять. Сколько этот человек зарабатывает? Наташа не взорова. Не взорова. Существует. Шемьдесят. Шестьдесят. Кто с Наташей честно общается вот больше всего, ну, так вот. Не просто, что она в сфере ваших знакомых. У вас, может, там еще какие-то есть люди. Вот реально, с кем вы проводите вот пять человек в ваше свое время? Если это мама, то это мама. Если это сестра, то это сестра. Написали? Теперь, пожалуйста, сложите эти цифры. Сложите. Чтобы у вас там получилось. Может, у вас получится пятьдесят, может, восемьдесят, может, сто, может, еще сколько-то. Девяносто семь сто двадцать, да? Девяносто семь сто двадцать, да? Вообще нет. Ну, значит, а теперь разделите это число на пять. Ну, это называется сделать среднеархметическое, да? То есть полученную сумму разделить на количество участников, да? Пять у нас это было. Сколько у кого получилось? Двадцать. Сколько? Двадцать. 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 Двадцать восемь. Сколько? Пятнадцать. Пятнадцать, восемнадцать. Двадцать. Восемь с половиной. Восемь с половиной. Шестнадцать. Честно писали? Да. Вот, если вы и честно писали, то, скорее всего, у вас получится приблизительная ваша зарплата. Точно. Есть. Вот я помню, что девушки говорили, что они тридцать рублей в час, да, получают. И у них получилось восемь с половиной тысячи. Есть из премии. О, есть из премии. На самом деле, почему так происходит? Потому что мы общаемся с нам подобными, да? То есть, если человек зарабатывает десять тысяч, то, скорее всего, в круге его общения нет людей, которые зарабатывают сто. Он один человек, конечно, может чисто случайно туда попасть, но, как правило, это не очень близкий человек. То есть, вы можете, конечно, меня записать в круг своих знакомых, и у вас резко повысится, да, эта сумма. Но, как бы, я не отношусь к людям, с кем вы вот каждый день там проводите по нескольку часов времени. Это просто знакомая, да, там я ваша. То есть, вывод говорит о чем? Что если у вас такие знакомые, которые зарабатывают восемь, семь, десять, чему они вас могут научить? Зарабатывать восемь, семь, десять, пятнадцать. Но они вас не могут сто пятьдесят научить зарабатывать, потому что они сами не зарабатывают. Вывод, девчонки, вот правильно сделали. Менять круг общения. Конечно, родственников невозможно поменять. Невозможно. Но это, пожалуй, единственная категория людей, которых мы не можем выбирать. Друзей сколько угодно. Мы не можем, конечно, поменять маму или ребенка нашего, нет. Но друзей мы вольны выбирать. И мы вольны выбирать, с кем мы общаемся. И в том числе родственники. Конечно, мы их поменять не можем. Но если мы понимаем, что они не могут нас ничему вот этому научить, мы можем хотя бы чуть-чуть поменьше с ними общаться. И может побольше общаться с людьми, которые деньги зарабатывают. И может они на хоть чему-нибудь дельному научат. Потому что это невозможно. Общаться с людьми, которые восемь зарабатывают, а с вами получать сто. Я проводила этот тест и на уровне девяти процентника, как и вы сейчас. И сейчас я проводила этот тест. И вы понимаете, у меня получилась разная сумма. Потому что круг нашего общения, он невольно меняется. То есть люди, которые остаются вот там вот. Понимаете, мои друзья, у меня тоже есть друзья, которые мало зарабатывают. И мы, они мои друзья, они прекрасные люди. Но мы не общаемся каждый день. Понимаете, не потому что мне с ними плохо, мне с ними очень интересно. Но каждый день ни я не могу с ними общаться, ни они со мной. Потому что я могу сказать, ребята, что-то холодно у нас стало. Они могут ли нам на недельку на Канары? Серьезно, а не шуткой, понимаете? Пойти в турагентство и купить спокойно на неделю путевку. Вообще без напряга. А они не могут. Или сказать, о, ребята, сегодня что-то скучно. А пойдемте, сходим там в сауну. Или в клуб. Или еще куда-то. Это ж нам тысячу или две нужно потратить. Они не могут. А поехали в Москву, съездим там на шоппинг, да, там, приоденемся к Новому году. Но они не могут. При том, что они прекрасные люди, мы с ними общаемся. С некоторыми, да? То есть на самом деле, Арифлейн, это будет очень хорошим фильтром для ваших друзей. На самом деле, вот слышали такую фразу, что друг познается в беде? Нифига, друг познается в радости. Как друг реагирует на вашу радость? Придите к своему другу и скажите, слушай, я тут устроилась в Арифлейн, через гварду вон девчонка приезжала. Сказал, директор, можно стать, прикинь, я в гварду уже 25 тысяч буду получать. И как друг на вас отреагирует? Ну, ребенок. С ума сошла, что-то. Нормальный друг? Он скажет, что. Ну, вперед, держи, задание, как бы просто Арифлейн. Ну, я не буду этим заниматься. У меня есть все такие друзья, которые очень меня придержали, но сниматься не стали. То есть они сказали, Ниташа, как бы это не мое, но как бы я вот в тебя верю, ты молодец. Мы до сих пор прекрасно дружим. У меня есть лучшая подруга, у них ей так повезло. То есть вот мы учились в этом классе с ней. А парень там учился на год старше, тоже очень-очень из скромной семьи, но они уже много лет женаты. Но он просто оказался таким пробивным, и у них, они сейчас очень богатые люди, да? То есть, и мы с этой подругой дружим, несмотря на то, что она сказала, Ниташа, понимаешь, бля, как бы такая жизнь устраивает. Меня устраивает быть матерью, женой, как бы, ну, мне так нравится. Но при этом она прекрасный человек, и мы общаемся. Просто мне ее жизнь не нравится. Ну, я бы не смогла такой жить, да? Мне нужно самой достигать. Но мне понравилась ее позиция по отношению к моим успехам. Она всегда очень рада. Ух ты, новая машина купила, класс, молодец, да, здорово. А мы еще вот пока на старой инфинити у них. Мы на старой инфинити ездим. Ну, тут планируем это. Я говорю, ой, что купите там? Ну, то есть, как бы, вот я считаю, что это друг. Если друг начинает поливать грязью то дело, которым вы занимаетесь, попробуйте, конечно, с ним поговорить. Может быть, он вас поймет. Но если он продолжает это делать, ну, сделайте вообще вывод о такой дружбе. Потому что, ну, я могу вам пример такой, знаете, привести. Представьте, вот здесь я вижу, мамы есть. У вас есть ребенок. Вы родили ребеночка, маленький, хорошенький, такой толстенький, с маленькими щечками. Короче, ваш, ваш, ваш на 100%. И мы, в общем, пригласили подругу в гости, ей похвастаться своим вот сокровищем, да, значит, приходит подруга и говорит, что это у тебя за урон тут такой. Так будет ваша реакция. Все. Подруге? Нет. В лучшем случае она деликатно будет попрошена на выход, в лучшем получит сковородка по голове, правильно? Потому что это мое. И обижать не дам. Ситуация утопична, потому что ни один человек, конечно, так не сделает. Потому что он понимает, что мама, она за своего ребенка покусает. С бизнесом происходит то же самое. Вот бизнес – это ваше детище, которое вы так же кропотливо выращиваете, вынашиваете, да. И вдруг приходит какая-то подруга и говорит, фу, Арифлейм, отстой там, да, я эти, ой, как этим можно заниматься, да. А мы сидим, знаете, и обтекаем. Про ребенка, про своего, мы бы так сроду не позволили бы сказать. Мы бы сразу ей, да, там. Нет, правильно? А вдруг вот про бизнес свой, которому вы тоже время посвящаете. Может быть, не столько, сколько ребенка, но вы посвящаете свое время, силы, вкладываете. Не позволяйте никогда это встать, в грязь. На самом деле, ваши знакомы, они это оценят. И они будут, во-первых, с уважением относиться к вашему бизнесу, и вероятнее всего, они придут к вам со временем. Все мои друзья знают, что я не просто работаю в Арифлейм, я горшусь сотрудничеством с Арифлейм. Потому что, если бы не Арифлейм, я бы не знаю, чем я сейчас занималась. Я, правда, этим очень горжусь, потому что я работаю в такой компании, да, которые там дают, о, там, премии, вот это, вот это, вот это, все, да. То есть, то, что в кризис компании выстояла, ни разу, да, вот Наташа Недосовая, ни разу ни на один день не задержала зарплату. Хоть бы раз, хоть бы на один денечек. Нет. Да, то есть, я горжусь, что я работаю в такой компании, которая держит свои обязательства. Мне, например, не все равно, куда время в своей жизни вкладывать. Я не хочу вкладывать время в компанию, которая однажды придет и скажет, ну, вы знаете, мы разорились, и мы не можем вам ничего выплачивать. На самом деле, в сетевых компаниях такое тоже бывает, да, если это компании молодые, пришедшие на рынок, да. Вот. Так вот, из этих трех цветов, про которые я говорила, складывается весь спектр, да, и вся палитра бизнеса Арифлейм. Если вы уберете хотя бы один цвет, ну, желтый, красный или синий, вот, как вы думаете, если вы уберете один цвет, действительно, у вас на один цвет обеднеет палитра? Нет. На миллионы цветов и оттенков. Потому что всего из этих трех цветов складывается все остальное. Если вы уберете хотя бы один цвет, одно вот эту составляющую Арифлейм, у вас просто будет не бизнес Арифлейм. У вас что-то будет, но не бизнес Арифлейм, это явно. Арифлейм, это, знаете, как рецепт пирога. Что нужно в пирог? Там, мука, сахар, яйца, ля-ля-ля-ля-ля. Ну, как вот вы думаете, если вы в пирог все положите, ну, кроме муки, будет у вас пирог? Нет, ну, чего-то будет, но не пирог. Если вы туда не положите сахар, можно это будет есть? Ну, наверное, можно, но с трудом. Да, то есть, если вы не положите яйца, ну, тоже, да, то есть, что-то будет, но уже не то, что вы замысливали. Вот вы планируете бизнес с Арифлейм. Вот такой, 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 вы хотите такой-то уровень, и вдруг вот это вот не делаете. Думаете, ладно, ну, продажи и рекрутируй непонятно, а обучаться-то нафига, я и так все знаю. Будет у вас бизнес? Не будет, да? Или думаете, ну, ладно, там, буду рекрутировать и обучаться, но продавать не будет, да? Просто никому об этом не скажешь. Скажу, что ты стеба, у вас сама ничего не платила, да? И никто, естественно, об этом не узнает. Ну, то есть, будет бизнес, нет, не будет. Поэтому бизнес вообще очень простой. Вот из таких трех составляющих состоит. Поэтому отношение моего количества и качества, да? Качество — это очень важно, да? То есть, сопровождать новичка, вводить его в команду, объяснять, обучать. Это такая точечная работа. Но если вы никого не пригласили к себе в команду, то ведь вам обучать будет некого. Как мне иногда хотят. Ну, вот я уже хочу быть не один, я хочу, чтобы со мной кто-нибудь сидел. Ну, кто же с тобой сидел, если ты никого не позвал? Ну, вы же сначала его позовите, да? А потом говорят, что Арифлэм — это бизнес сортировки. То есть, сортируются. Кто для Арифлэма, а кто не для Арифлэма. Думаете, мы людей сортируем? Мы говорим, вот это вот будет директором, а вот это вот не будет, да? Вот это и дано, а вот это и не дано. Ничего подобного. Люди сами себя сортируют поступками. Да? То есть, смотрите, там завершенный семинар, не приходит. Ну, знаете, есть такое понятие авансированное доверие. Вот любой человек, которого я лично приглашаю в бизнес, я в него верю. То есть, я вижу, что любой человек станет директором. Вот он там еще даже сам не понял, что ему надо, но я в него верю. Но если я зову там на семинар, он не приходит, я ему говорю, давай вот так, он не делает, давай вот так, давай не делает, то, знаете, лимит моего доверия, он со временем заканчивается. Он со временем заканчивается. И я понимаю, что, наверное, этот сейчас человек, хотя бы сейчас, но этот человек, он не для Алифейна. Смысл на него тратить свое бесценное время. Чем больше у вас будет раковин, тем больше у вас будет жемчужин. Если вам нужно не 10 жемчужин, а 20, сколько вам надо раковин? На 20 больше? Нет. Вам нужно на 1300 больше раковин, потому что неизвестно, в какой из них жемчужина будет. Понятная аналогия? Так что мы позвали двоих людей, думаю, ну, в общем-то я уже золотой дурек. Все уже, все на мази. Ничего подобного. Значит, давайте сейчас я ускоряю, потому что я уже смотрю, что горькая бумажка у нас растет. Что я вам еще хочу рассказать? Методы, да? Может, кто-то хотел бы узнать, какими методами мы рекрутируем. Есть такие люди? Наивные. Наивные люди, которые думают, что мы рекрутируем какими-нибудь другими методами. Такими, которые в Котласе точно не знают. Ничего подобного. Мы рекрутируем все тем же самым. Знаете, как говорят, что другого способа рожать еще не придумали. Вот тысяча лет живем и рожаем все вот одним путем. Вот у нас все то же самое. Мы работаем с холодным рынком и с теплым рынком. Как мы работаем с теплым рынком? Приглашаем их на бизнес-встречи. Приходи, у меня для тебя интересное предложение. Вот многие так не делают, а я до сих пор, несмотря на то, что 8 лет работаю, все равно приглашаю людей на закрытую информацию. Что, привет, у меня для тебя есть интересное предложение. Давай увидимся. Это тот метод, благодаря которому я стала директором. И до сих пор так приглашаю, до сих пор так хочу приглашать. То есть он уже, знаете, старт как мир, но он работает. И он мне нравится. Иногда я приглашаю по-другому как-нибудь знакомых. Мой лидер, который в этом каталоге может быть, надеюсь, выйдет на 18%, ну, короче, 15% это моя. Она такая очень богатая, вообще очень богатая. У него муж там, в общем, у них под жипу там, дом огромный. И, в общем, я думала, что ей точно Алифлэм не нужен. Ну, как обычно, да, все равно вот вас учу, а сама решаю за людей. И, значит, я уже, когда я уже задолбалась работать с незнакомыми людьми, и ко мне никто не шел в Смоленске, а знакомых у меня там нет, никого особо, я ей написала такой крик о помощи. Ему сказала, Таня, мне очень нужны люди в Алифлэме, которым нужен доход от 30 тысяч. У тебя такие есть? Я думаю, может, она мне хоть пяток своих знакомых покинет все-таки хоть по рекомендациям, хоть не совсем холодный рынок. Она мне пишет совершенно такую фразу, которую я чуть со стула не упала. Она говорит, ну, я и сама не против. Я думаю, ай, нафиг ей-то это надо. И она мне там начинает писать свои доводы, о которых я вам говорила, что я хочу сделать что-нибудь вне зависимости от мужа, я хочу доказать самой себе, я хочу, чтобы дети мною гордились, чтобы они знали, что мама не просто вкусный борщ варит, а что вот она у них такая вот молодец. То есть другие мотивы у человека совершенно не деньги. И, в общем, вот она сейчас со мной уже год успешно работает. Ну, как успешно, надеюсь, что в этом каталоге на 18 выйдет. Ну, я считаю, что это не сказать, что, конечно, очень успешно, но я всегда любому результату вообще рада, благодарна, потому что я понимаю, что его могло бы и не быть. Вот всегда благодарю Бога за то, что, вот, человек не имется, у него все есть, и то хоть что-то делает, спасибо, да. То есть я ни на кого не обижаюсь, если у кого-то маленькие какие-то результаты, ну, как бы он сам себе такой темп выбрал. Но тем не менее. И также приглашаем по холодному рынку. Мы приглашаем на промостойках стоим, на улице, когда тепло, или в торговых центрах, когда холодно. Мы работаем вашим методом. Подари подарок другу. Точно так же. Ничего нового. Мы раздаем листовки, например, с смс-викториной. Отправим правильный ответ на номер там такой-то. В какой стране основана компания Reflame? Там, Россия, Швеция, Япония, Германия. И там смс-ки идут, потом им звонишь и говоришь, что вы правильно ответили, приходите за подарком. То есть все вообще очень просто. Вы узнали? Ничего, да? Стоило ехать. Вот так и работаем. На самом деле работаем все точно так же, но у нас просто много. Мы регистрируем много. Наверное, может, Наташа вам говорила, может, не говорила? Не говорила? Ну, мы, короче, лучший рекрутер в стране. Это правда? То есть это не то, что какие-то там регалии мои себе? Да, да. Я не знаю, как у вас там, но у нас норма зарегистрировать 100 человек в первый уровень в каталог. То есть это нормально. Это никто не говорит, что... Вот так вот, да? Это нормально. 100, а ну я 200. Ну, то есть нормально. У нас людей считают не людьми, не десятками, а сотнями. Ты сколько в этом каталоге хочешь зарегистрироваться? 100 или 200? То есть у нас вот так вот принято. Ну, ваш город не такой большой, поэтому, может, вам сотнями не надо, да? Но просто все равно, да, как бы количество людей его ничего не заменит. Если у вас влилось один человек в команду, глупо себе ждать прироста, да? То есть если вы зарегистрировали 10 или 20 человек, вы как бы с ними работаете, да? Но все равно вы должны понимать, что для выхода, например, с уровня 18% на 21, да, то есть нужно прибавить 2500 баллов. Если у вас два человека влилось в команду, понимаете, они у вас по 1250, вероятно, всего не сделают. Да, то есть, ну, трезво все отчеты надо все-таки отдавать, да? То есть должно быть какое-то количество людей. У нас, ну, хотя я не считаю, что мы же в каких-то, в каких-то больших городах, то есть в Смоленске 250 тысяч населения, да? Ну, как бы, сколько у меня в эту рекрутингу было? У меня 800 человек прибавилось там в команде. У меня мама зарегистрировала. Мама вообще у меня страшный человек, она зарегистрировала 800 человек лично. Это вообще, я не знаю, как она это делает, честно вам скажу. Потому что, когда я читаю на форуме, на Орифоруме, вот этот дневник, который они выкладывают, я им однажды в скайпе сказала, что я говорю, «Мама, мне когда читают этот дневник, люди спрашивают, ну как, ну как же можно?» Мне есть такой соблазн написать, «Народ, не напрягайтесь!» Я работаю с ними вместе в 8-й год практически все время на одном городе, и то не понимаю, как это делается. То есть я не знаю, как они регистрировали 800 человек, но они просто много делают. У меня, если выходит на пробную стойку, то на 8 часов. Как на рабочий день. Понимаете, не на 15 минут. Ну, если 800 человек, это, конечно, уникальность, то человек 50-100 в рекрутинговую компанию, каждому из вас по силам зарегистрировали. И кто-то еще говорит, «Мы не успеем там 100 человек обработать». Это вот как это «обработать», да? То есть вы их что-то «скипидаром обрабатываете», что вы с ними делаете? Как это обработать, да? То есть вы пригласили людей на встречу. Например, бывает у вас такое, вы зарегистрировали, например, человеку, потом звоните, а он не приходит? Бывает? Так вот как его обработать, чтобы он пришел? Ну, никак. Понимаете, он не приходит. Или, например, не берет трубку. Бывает у вас такая засада? Бывает? Бывает, не берет трубку А вы его всего одного зарегистрировали И хотели, чтобы он стал директором А он собаку трубку не берет И все, и бизнес Открылся не одним тазом Но может лучше не одного зарегистрировать Чтобы если он один не берет Чтобы остальные брали Работает бизнес Знаете, есть вообще в жизни такой закон Паренто Слышали про такой? Закон Паренто заключается в том, что все в нашей жизни Делится по принципу 80 на 20 80% усилий приносит 20% результата 80% людей, которых вы зарегистрировали Не будут никогда строить бизнес с Арифлейм Они будут потребителями Понимаете, вы можете, конечно, по этому поводу расстраиваться Биться головой об стенгу Говорить, ну мы же так хотели Но это, понимаете, то, что сейчас мы будем расстраиваться Что на улице снег лежит Мы, конечно, можем здесь с вами массово поплакать Но он от этого не растает Понимаете, 80% людей, которых вы в бизнес позвали Ну не будут бизнесом заниматься Они будут потребителями Вам нужны потребители в команду? Нужны А что нет-то? Конечно нужны Смотрите Вот вчера Наталья спрашивала, да Сколько у вас на селе? Я сказала, 60 тысяч человек где-то Как вы думаете Сколько В среднем человек тратит на косметику в месяц? Ну рублей 300, я думаю, да? Ну в среднем Если, потому что кто-то есть Кто 100 тратит, да? А кто-то есть 1000 тратит Ну кто-то 2 там, 5 даже, да? Ну рублей 300, я думаю, нормально так Если мы в среднем посчитаем Если у вас 60 тысяч населения Я вчера Наталья глядя посчитала То в среднем Котлас у вас в месяц Тратит на косметику 18 миллионов рублей В среднем По-любовому Зима, холод Придете вы с ним в каталог Не придете, глядя, никто не останется Понимаете? Они помоются и накрасываются Наталья вчера вот не спросила Сколько товарооборот всего, да? Но если 3 офиса и не очень больших Я думаю, что, ну не больше, наверное, миллиона Полтора 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 миллиона Покупают люди в Арифлейме Из 18 То есть 16 500 Ну может еще полтора выиграть, да? То есть 15 миллионов Люди куда несут? Магазин Ваш главный конкурент не Ева Расслабьтесь, пусть живут А то вы бедных их всех загнобили уже Они уже скоро будут, это Боятся, вот так Когда вот так Пульт живут Эйвен Ваш главный конкурент Магазин Вам людей надо не из Эйвена Перемарнить Но если приходят такие Пусть приходят К нам, если им бизнес именно интересен Да, и продажи не интересны Мы интересны Но если вот вам просто Конечный потребитель Понимаете? Потому что многие думают, что Мне потребители не нужны Мне будет команда лидеров Можно понять, 85% людей в вашей команде Все равно будут потребителями В любой команде Подойдите К Тамиле Приезжаю И спросите Тамила Сколько у вас лидеров? Ну что, все что ли? К любому человеку подойдите Ну большинство людей Все равно просто потребляют для себя Ну или для своих знакомых Поэтому Если вам не нужны потребители Отдавайте их тем, кому они нужны Потому что Люди Все равно Пойдут и купят косметику Так вы хотите, чтобы они где купили? Я не знаю Какий у вас тут магазин будет? Клитуаль Или еще что-нибудь такое Короче, в косметическом магазине Или лучше они пусть купят В каталоге Арифлейм Где лучше-то? В каталоге Арифлейм И лучше, чтобы этот человек Был в вашей структуре Правильно? Правильно Так что тогда Строить-то Я не знаю Что нам нужны все лидеры Но не будут все лидеры Представьте себе армию Которая сплошь состоит из генералов Такого не бывает Представьте себе страну Которая сплошь состоит из министров Ну кто работать-то делать будет? Если все министры-то вокруг будут Лидеров надо искать Безусловно Это наша главная работа Но среди тех, кто не хочет быть лидерами Пусть они моются Иначе они все равно будут где-то мыться Только деньги не вы будете получать Да, поэтому Как бы А насчет обработать людей Да Как это происходит у нас? Я вам рассказываю чисто технику Как мы это делаем Шарша, так понимаю, что времени у нас прямо мало Да, осталось Приглашаем людей Регистрируем Кто сколько может? Десять зарегистрируем Молодец Пятьдесят Еще лучше Сто Вообще пятерка Зарегистрируем В течение годной регистрации У нас уже начинается Раз в неделю У нас идет такое мероприятие Розыгрыш корзины подарков Среди тех, кого мы зарегистрировали Мы приглашаем всех У нас во вторник в шесть часов Когда у нас много зарегистрированных Мы делаем два раза в неделю Во вторник и в четверг в шесть часов Идет розыгрыш подарков Каким образом приглашаем? Звоним и говорят Здравствуйте Вы оформляли у нас дисконтную карту В Арифлейм Оформлял Поскольку Как бы вы это доформили Да, мы вас приглашаем на розыгрыш подарков У нас будет разыгрываться Большая корзина продукции Арифлейм И много всяких поощрительных призов Все из косметики Арифлейм И если вы придете на это мероприятие Без подарков вы в любом случае не уйдете Очень приятно Заодно там, например, заберете свою дисконтную карту Если ему сразу на месте не будет Или, например, заодно сделаете заказ Если вы там еще не сделали Приглашаем Приходят Ну, половина обычно приходит Другая половина там Часть из них еще потом приходит отдельная встреча А часть вообще никогда не приходит Значит Пришли Прогодится, я думаю, что-то типа вашей ВВО Как это вы называете, да, там То есть Сначала немножко о компании Что у нас там шведская Что мы вообще такие молодцы Что у нас единственный дух и страсть Сколько лет в каких странах И так далее Потом Обычно это честью попадает мне Рассказать презентацию Да Но сейчас уже все Девчонкам я с вами все это отдала Чтобы они А то Лучше тебя никто не расскажет Я говорю Эля, ты ей так знаешь Лучше меня никто не расскажет Лучше выпусть плохо Но сами Рассказываем презентацию Минут на 20 Да, то есть Такую нормальную Полную Ну, как бы Без излишек Да Значит, потом Разыгрываем подарки Действительно у нас подарки Все То есть, как бы Одна большая корзина Несколько продуктов Таких Ну, там Гели всякие В зависимости от количества Людей пришедших Да И кому ничего не досталось То есть, мы делаем Ну, как бы По набору пробничков То есть, в таком пакетике Допустим Духи, помады Там и крем Да То есть, пробнички такие Вот Даем в конце Заполнить анкету Что в этой анкете написано Там Фио Телефон Туда-сюда Кто вас пригласил Заинтересовали Хотели бы вы Посетить мастер-класс Там По декоративной косметике Там По уходу с руками Затем 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 Хотели бы вы Заинтересовала ли вас Возможность бизнеса В Рифлеем Хотели бы вы Стать директором Хотели бы вы Уже через год Получать 30-40 тысяч Из Рифлеем И последний вопрос У нас Готовы ли вы Работать со спонсором По индивидуальной программе Человек, короче Это все пишет Для чего это сделано Иногда На такие встречи Приходит много людей И Когда мы там Ужу-менеджеры Приходит там 4, 5, 6, 7 человек И он Бывает действительно Со всеми Иногда не успевает Пообщаться Плотно Но потом Мы эти бумажки Берем И видим Делим Ага Ко мне приходили Дети К тебе вот эти Каждый своих Забирай Я смотрю Что у меня Были вот эти Вот эти Вот эти Ну как правило Кто был Я и так вижу Но я вижу Чего Они ответили И в тот же вечер Звоню И говорю Что Маша Вы у нас сегодня Были на корзине Я там видела Вы крем выиграли Я вас поздравляю Здорово Вы уж извините Что так Мы успели Пообщаться Там Суете Все Я смотрю Вы заполнили анкету Вы написали Что вы хотели Зарабатывать С Reflame Правда? Правда Маша Ну сегодня Поскольку у нас Не получилось Пообщаться Может вы завтра Придете Мы с вами чайку Попьем И более подробно Пообщаемся Я вам расскажу Вы мне про себя Расскажете Чем занимаетесь Заодно К чем вы вообще Занимаетесь Тем-то Тем-то Двое детей То есть я так понимаю Человек занятой Времени у вас Немного Отлично Заодно Обсудим Как в ваше Небольшое время Вместите Reflame Чтобы уже через год Такую зарплату иметь Приходят Практически все А тут уже Можно проводить Такую масштабную встречу Хоть на час Хоть на два В зависимости от того Насколько человек Действительно хочет И что вам есть Ему сказать Как правило Действительно с чаем У нас вообще У нас один стол в офисе Просто уже Мы его назвали чаем У нас отведен Под всякие плюшки Булки Я говорю Человек Если вы будете столько есть И пока директора Встанете Запад Такой отрастет В общем У нас Все У нас Вот эта бутылка Из-под кулера Уходит за два дня Потому что у нас Все пьют чай Со своими Кличками То есть у нас Уже кулькает Под вечер Вот здесь Но людей Много Таким образом Приходит Дальше Что у нас есть Давайте я вам так Схематично Расскажу И если кому-то Что-то интересно Может быть мы После Кто еще на ужин Останется Мы обсудим У нас проходит Мастер-класс Как раз по четвергам То есть раз Как бы мы делим Каталог Один день Один четверг Посвящен уходу за лицом Один четверг Посвящен макияжу Один четверг Посвящен ручкам и маникюру Уходу за руками И маникюру Что мы делаем На этом мастер-классе И почему у нас Вообще В этом мастер-классе Много народу Потому что мы Делаем вот это все Хозяйство Каждому То есть если макияж То каждому То есть не лекция Лекция Никому не интересна Знаете Всем охота Самому Из золушки Преводится в принцессу Если ручки То каждому Если маникюр То каждому Это может быть Как бы сказать Не полное То есть маникюр Не значит что мы тут все там обрезаем Но это Ванночка С маслом Со скрабом С кремом И покрытие лаком И какой-то дизайн Найдите в своей команде умельцев Вот у нас нашла девчонка Одна которая Профессиональный визажист А другая которая Очень любит на ногтях рисовать Не профессионально Но она вообще Такие чудеса творит И мы их в общем Все время приглашаем Они у нас рисуют И она там Профессионально красит И рассказывает А остальных всех красим мы Ну то есть сами Да мы же можем это сделать И ручки сделать Че вы в ванночке Не можете людям показать Как замочить там руки И скрабом помазать Элементарно Но люди приходят с удовольствием Это по четвергам Плюс на каждый Обязательно мастер-класс У нас идет дегустация Веллнес И блок про веллнес То есть везде Где мы Чем бы мы ни рассказывали У нас про веллнес Все время рассказывается У нас кстати много Очень подфисок Именно на веллнес Значит Мастер-класс Да вот таким образом Мы проводим По воскресеньям у нас идет Бизнес-школа Которую веду я То есть это одно Единственное занятие В неделю Которое я веду Посвященное там бизнесу И всему такому И у нас еще есть такая штука Называется Школа будущего директора Если кто-нибудь слышал Про группу ускоренного роста То это почти Что то же самое Только называется Что другого Потому что Вообще люди Они к всему привыкают И им кажется Что это все уже было И им уже не интересно Они уже про группу ускоренного роста Сто раз слышали А потом Когда ты говоришь Что появилась Школа будущего директора Им кажется Что это все совсем другое А на самом деле Это все одно и то же Что такое Школа будущего директора Это У нас вовсе всегда Висит в список На ближайший курс То есть У нас много об этом говорят Что есть такой курс Молодого бойца То есть Ты можешь Пройти его Там тебе дают Базисные навыки Все Все что ты хочешь Уметь вырезать Там тебя всему научат Курс состоит Из 8 занятий Стоит 300 рублей Платно Раньше Сделано бесплатно Никто не ходил Сделано платно Все ходить стали Потому что Все что проводится Бесплатно Не ценится Но у нас такая фишка Что у нас у каждого Есть такие зачетки Когда человек приходит У него там Ведущий расписывается И если ты прошел Все 8 занятий 300 рублей Тебе возвращаются Это потрясающий стимул Ходить на все занятия То есть люди Уже которые отдали 300 рублей Они за знаниями Так ходить не будут Но за 300 рублей Они ходят И в дождь И в снег Люди вообще Это муарцы Конечно Они в этом плане Значит Первая неделя Чему посвящена Первое занятие Экскурсия по продукции То есть людей Вводим В наши серии Во все Во все Второе занятие У нас это идет Понедельник Пятница Пятницу Велонс То есть целое занятие Людям рассказываем Про велонс Вторая неделя Продажа То есть Одно занятие Учим людей Как работать с каталогом Как делать 200 баллов Без направлений Всем фишкам Всем примочкам Там Как отдать Что сказать Все 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 Второе занятие Практика Тренинги Всякие По продаже То есть Такие Мини игры Как Ну ролевые Да Такие То есть Там Интересные Всякие Третья неделя Рекрутирование То есть Также в понеделье Все вот эти фишки Про рекрутирование Про холодный рынок Про теплый Все Короче Все Что можно Вторая В пятницу Тренинги И Четвертая В неделе Это умение Рассказывать Презентацию То есть Ему Человеку Рассказывать В один день Правильно Все Как Со всеми Выкладками А последний День Восьмое Занятие Он ее сдает Как на экзамен Менеджеру Какому Нашему То есть Как бы Тот ему Все носит Корректив И последний Завершающий Штрих Что после этого У нас проходит Такое мероприятие Называется Банкет Будущих Директоров То есть Директоров Это же Наша школа Будущих Директоров Банкет Будущих Директоров То есть Всех Кто Мы Кто Прошел Ну Кто Проходил Даже Если Он Не Полностью Прошел То Мы Его Приглашаем На банкет Ну Как бы Менеджерами Скидываемся На какой-то Стол Вино Кино Домино Значит Очень Все Красиво Там Со Свечками Мы Вручаем С фанфарами Вручаем Ему Диплом Голокольчик Как на первом классе Знаете Такие На последнем звонке Маленькие Вот Всех Приглашаем Поздравляем И общаемся Обязательно За столом Я показываю Кусочки Из всяких Настоящих Банкетов Как это все Проходит Фотографии То есть Такое Очень мотивационное Мероприятие И возможность С людьми Еще раз Пообщаться И подвести итог То есть Чему они Научились И планируют Для них Это в жизни Применять Вот так Это то Как мы Работаем Я наверное Уже Перейду к вопросам Да Потому что Время у нас Немного Ваши родители Тоже директора Расскажите о них Как они Вырастили Такую Замечательную Дочь Как они Вас воспитывали Ну Воспитывали Они меня Хорошо Очень Я единственный Ребенок в семье Папа у меня Очень много Работал в Москве Поэтому В некотором В детстве Я его не так часто Видела Но это была Мотивация У него Работать В Арифлэн Потому что Не хотел он Так как бы Жить По разным Городам Воспитывали Меня В общем-то Очень самостоятельно То есть Меня не водили В школу Меня не проверяли За мной Дневники То есть Я росла Такая Сама Приходила К маме Мама Теперь я хожу На легкую атлетику И ходила Поскольку Я такой Человек Очень упертый Ну То что Баран Да Еще год быка То есть Я если взялась То я пока Не добьюсь Каких-то результатов То все Значит Я буду ходить А пригласила Вот я вам уже Рассказала Как То есть Может сказать Что мы пришли вместе Не сказать Что я прям И как-то пригласила То есть Сначала Они мне просто Подсказывали А потом В один прекрасный момент Папа мой Очень умный Мудрый человек Вот сказал Что Слушай Зина А что это Мы будем Наташке бизнес строить Давай мы параллельно Будем строить два Да И когда меня спрашивают Как вы попросили Родителей о помощи Да Некоторые Попросили родителей Там Показать каталог На работе Или еще как-то Я попросила Своих родителей Стать моими первыми Директорами Я говорю Это самое лучшее Что вы можете Для меня сделать В общем Да так они и сделали Ну то есть Спустя три месяца Они зарегистрировались В РФЛИМ Вот Через полтора года Стали директорами То есть Не очень быстро Еще наверное Года через три Стали золотыми Потом вот буквально Год назад Стали сапфирмами А в прошлом каталоге Открыли сразу Два звания бриллиантовых Старшего бриллиантовых Директоров Вот Это Заслуженные Открытия Они у меня Вообще Сумерноцы Знаете Как говорят Что в жизни Должно повести Три раза У кого родиться На ком жениться И у кого учиться Так что Мне повезло Два раза Я у своих родителей И родилась И у них же училась Так что Это мне Вообще Подфартило Есть ли у вас Директора Мужчины Как их приглашать Да У меня Один мой Директор Это Мужчина Это мой Бывший Бойфренд Да Но на тот момент Когда я его Пригласила Он был не бывшим А сам Что-нибудь Настоящим То есть Мы с ним Просто Простречались Там Потом В силу Деесовместимости Да Мы с ним Разошлись У него Сейчас Там Своя семья Да Он уже Женился У меня Своя Личная Жизнь Прекрасная Он женился Его Жена Тоже Директор Компании Орифлей Теперь По ним И когда мы С ним Видимся Я всегда Говорю Игорь Представляешь Какой у нас Прекрасный Бизнес Орифлей Мне будет Орифлей Всю жизнь Владеть Компенсацию За моральным Ущердом За два Славьи года Прожит С тобой Орифлей Польза От вас От высших Мужиков Какая-то Должна быть В общем Как я его Пригласила Пригласила Я его Очень интересно Я его не Приглашала Потому что Своих Мужчин Очень трудно Пригласить Он вообще Такой человек Очень творческий Он режиссер По образованию И Косер Такий Вот Как сказать Небошитель Короче Вот В общем Все что Со стороны Там Денег Его это Очень не касалось В общем По этой причине Мы как раз С ним расстались Что-то Я не хотела Зарабатывать Точнее Я не хотела Зарабатывать На него И на себя Потому что У него Особо стремления Зарабатывать Не было Ну в общем Когда мы С ним Вот он Лежа Власна Директор Когда Мы с ним Начали встречаться И он Значит Такой Сподколов Значит Меня спрашивает Что Наташа Ну ты Сколько сейчас Зарабатываешь Я говорю Ну 30 Он говорит Ну а дальше Ну мы с ним Вместе в театре Играли Он говорит Ну а дальше Я говорю Ну дальше 50 Ну а дальше С таким С издевкой Явной Ну а дальше 100 Ну а дальше Ну а дальше 200 Ну а дальше Что Я говорю Я дальше С могу не работать И заниматься Чем мне надо Ну вот такой На взгляде Поменялся То есть Говорит То есть Ты работаешь Не Как бы Не для того Чтобы работать А для того Чтобы потом Заниматься Своим Любимым Делом Ну как На тот Момент У нас Любимое Дело Было Общее Театр Я говорю Да То есть Я хочу Чтобы у меня Был Пассивный Доход И чтобы У меня Оставалось Свободное Время На то Чем я Действительно Хочу Заниматься Неважно Доспитание Детей Игра В театре Или Еще Что То Путешествие Но Деньги Я хочу Получать И не Работать А и Реализовывать Свои мечты Вот на это Он пришел Потому что Мужчины Они как и Некоторые Женщины Тоже Очень Ленивые И если Им показать Путь Что ты Можешь Некоторое Время Поработать А потом Заниматься Чем тебе Надо Каждому Надо Заниматься Разным Кому Чем Хочется Но Ты можешь Иметь Пассивный Доход Вот Я Говорила Про Инвестиции Про Четвертый Сектор В Сектор Инвестиций Можно Попать Двумя Путями Это Талантом И Деньгами Талант Например Пассивный Доход Авторские Деньги Ну Например Лев Толстой Написал Мой Мир До сих пор С каждого Вызванного Экземпляра Который Сдается Несмельными Тиражами Его Потомки Получают Определенный Процент Второй Вариант Деньги Например Самый Простой У вас Есть Свободные Деньги Вы Купили Вся ваша работа заключается в том Чтобы раз в месяц прийти У кого-то Рад Взять Там Десять Или пятнадцать Тысяч Рублей За сколько Вы ее сдаете Классно? Супер Минус В чем Не у каждого Есть талант Как у Льва Толстого Чтобы вот так Опеньки И написать И Тем более Не у каждого Есть деньги У некоторых Нет даже денег На собственное жилье Не говоря уже о том Чтобы инвестировать В это Есть еще Компания Арифлейн Которые тоже Платят Авторские Деньги Или пассивный доход В виде процентов От Ваших директорских структур Да? Четыре процента От каждой Вашей директорской структуры Так вот Если у вас Нет денег И нет такого таланта Но вы хотите Иметь пассивный доход Вот Арифлейн для вас И вообще Как бы мужчины Они как правило На это гораздо более Быстро реагируют Чем женщины Потому что Женщины пока Все это допекают Для меня пока Все это дошло С этими блестючками Помадками Мы пока В этом во всем Ковыряемся Да на суть Долго доходит А мужчинам Поскольку это все Неинтересно Они быстрее Все понимают Есть ли у вас Личное авто Да Хонда Сирви Хочу тебе На 26-летие В марте Подарить Белого На крозер Прада Пообещала Ольга Клинштейн На нем покатать Не могу Теперь ударить Классницу Наталья У меня муж Всегда задает вопрос Кто будет работать Если все Будут заниматься Алятной Хороший Вопрос такой Это Знаете Ну из разряда А что Первым появилось Яйцо Или кулицу Да И мы Можно с вами С пеной Рта Очень долго Спорить Ну что значит Все будут Заниматься Арифлейм Ну Есть же люди Которые Не хотят Заниматься Арифлейм Они не будут Никогда Заниматься Все Никогда Не будут Ничем Заниматься Да Даже У великих Идей Да Есть Противопоставление Что будет Если все Будут христианами Но не будут Да Будут мусульмане Будут Буддисты Будут Понимаете Как бы мы Не убеждали Там другие Что наша вера Лучше Так же И не будет Не будут Сел Арифлейм И по нашему счастью Вообще-то Еще на свет Рождаются Новые люди Которым Сейчас Вот там Десять Да Ну Примером Да Восемь Да Но через Десять лет Им будет Восемнадцать И они Задумываются О том Что блин Оказывается Деньги Уже Нужны Такие Люди Будут Да Все Заниматься Не будут Ну Знаете Это вопрос Абсолютно Утопичный Потому что Даже Если Когда Такое Счастливое Время Настать Когда Все Будут Заниматься Арифлейм Мы Будем Миллионерами Вот Что Я Вам Скажу Но Все Заниматься Может Когда И будут Но Я думаю Вы Должны Понимать Что Это Просто Теоретически Невозможно Но Если Взять Такой Вопрос Что Когда Будет Перенасыщение Рынка Подойдем К этому Так То На Наш С вами Век И На Век Наш С вами Детей Не говоря Уже О том Что Вон В России Да То есть Я вчера Тоже Только С вами Консультант А Списос В Рязани Где Уже Только Офисов По моей Структуре 12 штук На Консультанта Приходится 98 Неконсультантов Это В Рязани Где Мы Пашу Как Лошади Как Вообще Только И Делаем Мне кажется Там Уже Арифлейм На Арифлейме Арифлейм Погоняют Мы Уже Когда Почему 60 98 А Ну И то Я считаю Что Это Не Предел То есть Как Очень Ну Можно И Посчитать Но 98 Еще Есть Куда Работать Это Рязань Которая Очень Сильно Охвачена Арифлейм А На Сам Деле Городов Которые Не Охвачены Порище Поэтому Когда Это Все Будет Я Не Знаю Ну Что Будет А Если В 2012 Году Как Обещают По Календарю Майя Будет Конец Света Вообще Эти Вопросы Нет Смысл Развиваться Не Помню Какую Книжку Не Знаю Цифры Точные Расскажите О своей Профессии Педагога Работали Либо По ней И Вы Не Боитесь Забыть Языки Нет Я Не Боюсь Забыть Языки Потому Что Я Постоянно Тренирую Я Аж Говорю О Что Орифлэм Позволяет Нам Не Только Деньги Зарабатывать Но И Развиваться Постоянно У меня Есть Друзья В разных Странах С которыми Мы Болтаем По Скайпу И Знакомлюсь Я Очень Часто Последний Раз В Спанский Подтягиваю Не Знаю Я Постоянно Учусь Чему То Новому Последний Год Училась Танцевать Фламенко Видели Меня В Такой Большой Красной Юбке Пришла Когда Учиться Это Ну Кто Знает Это Вообще Очень Сложный Танец То Это Такой Испанский Танец Похоже На Цыганский С Этими Юбками И Очень Он Тяжелый Потому Что Там Нужны Если Напоминаю Новичка Болифлей Который Ничего Не Получается И Он Сразу Хочет Крылья Пустить Я Думаю Нет Все Остальные Как-то Научились Это Ногами Выбивать Кто У нас В Коллектив Ход И Я Научусь Вот Год Прошел У меня 18 Числа Концерт Будет Так Буду Выступать Смоленский На Большой Сцене В общем Я Стараюсь Всему Новому Учиться Потому Что Если Человек Не Идет Вперед Он Непременно Откатывается Назад Если Нет Прогресса Нет Стагнации В нашей Жизни Нет Такой Точки Потому Что Жизнь Все Время Идет Вперед У нас Либо Прогресс Либо Регресс То Я Хочу Чтобы У меня Был Прогресс Знаете Вы Говорите Что Будет Если Весь Рефлэй Что Еще Но Я Не пытаюсь Весь Мир Поменять И Вы Не Пытаетесь Весь Мир Поменять Жизнь Одного Человека Которого Вы Каждый День В Зеркале Видите Сделайте Его Жизнь Такую Какую Вам Хочется Поэтому Языки Забыть Не боюсь А по профессии Педагога Не работала Потому Что Когда Уже Закончила Институт К тому Момент У меня Зарплата Была Около Восьмидесяти Преподавала Французский У меня Были Курсы Потому Что Мне Это Дико Нравится И В Смоленск Сейчас Ищу Ищу Буквально По газете Звонила Два Дня Назад Но Чуть Опоздала Нашли Уже Педагога Но Ищу Все Время Кому Преподавать Очень Мне Это Нравится Просто Имею Свободное Время И Считаю Что Мы Можем Все Позволить А Они Были Были Напечатаны На обложке Каталога Бизнес Аксессуаров Я Легула Напечатана Год Назад У меня Компания Первая Когда Это Был Только Запуск Сейчас Это Часто Делает Бизнес Аксессуары Прижав Приглашают Фотографироваться Растущих Лидеров То 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 Лидей Которые Развиваются Для рекламы Всяких Бумажек Наших Блокнотиков И Меня Приглашали Я рекламировала Такую Зеленую Майку На Которую Было Написано Я Могу Осуществить Твою Нечтину Так Что Это Была Я Очень Горжусь Этим Знаете Как говорят Это Мне Такая Мечта Что Я Хотела Стать Звездой Чего Неважно Вот Стала Меня Напечатают Даже Кот Все Знаю Приятно Солен Все Расскажу Меня Все Знают В Вы Даете Мотивацию Новичку И Как План Составляете С новичком Мотивацию А мне кажется Единственное Что я даю Это Я ей даю Мотивацию То есть Потому Что Если Человек Знает Зачем Ему Это Как Он Сам Найдет Ну Как Найдет Он На тебя Доклупается И он Найдет Ответ На свой Вопрос Если Он Пойдет Что Он Может Поплотить Здесь Свои Мечты И Сделать Ребенка Своего Счастливого Родителей Себя То Он Сам Тебе Скажет Что Делать Надо Как Этих Людей Звать Ты Говоришь Что Конкретно Мне Скажи Давайте Чисто Если Я вижу Что Человек Не Хочет Это Делать И Рассказывать Ему О том Как Звать Людей Смысла Не Он Не Будет Это Делать Потому Что Он Не Хочет То Моя Рассказывать О себе Я Рассказываю О Своих Успехах Не Потому Что Я Горжусь Не То Что Я Горжусь Своими Успехами Не Потому Что Я Зазнайка А Потому Что Я Хочу Чтоб Человек Тоже Захотел Чтобы Его Напечатали На Бизнес Аксессуар Чтобы У него Была Машина Такая Как У Меня Потому Что Когда Я Стою Раздаю Листовки Пусть Тешит Людей Хоть Утешение Даже Мы Опять Утешение В мир Людям Несем В общем Спокойно К этому Отношусь А Насчет Мотивации Да Это Должна Обязательно У человека Быть А план В зависимости От его Целей И От его Времени Которое Он Готов Посвящать Если Человек Очень Много Хочет И Он И Сразу Говорит Да Я Хочу Я Готов Ты Попробовать В зависимости От того Чего Хочешь Если Я У меня Есть Полчасика В день Ну Я Стараюсь Его Полчасика Как бы Рационально Использовать Давай Хотя Одного Человека В день Приглашаю Если У него Есть 8 Часов В день Естественно Я Понимаю Что У него Может Быть Быстрее Результат И Мы 8 Часов Его Грамотно Используем Дальше Расскажите О своих Директорах Где Вы Игорь Уже Рассказала Про Родителей Рассказала Второй Мой Директор Это Моя Соседка По Старой Квартире Где Мы Раньше Жили Я Ее Очень Долго Не Думаю Ладно Ну Пошлет Так Пошлет Ну Не Рассказала Я Пришла К ней И Оказалось Что Она За Полгода До Этого Попала В Очень Серьезную Аварию Где Просто Собрали По Кусочкам И Она Сейчас Не Ходит И Я Ей Оставила Каталог Мы С ней Поговорили Она Мне Ничего Не Заказала Но Говорит Ну Таш Ты Ко Мне Приходи Ну Приноси Каталог Может Я Что Нибудь Заказывать Ну Вообще Потому Что Мне Грустно Ну Знаете В Таких Ситуациях Друзья Они Имеют Такое Магическое Свойство Очень Быстро Куда И Старятся И Я Стала Ходить Она И Правда Иногда Что Заказывала И Сказала Мне Ты Меня Только Не Зови Я Там Уже Была Она Второй Раз Сегодня Найти Рассказывала Свою историю То есть Она У меня Точно Так Зарегистрирована Второй Раз То До Этого Она Была Зарегистрирована У Тех Самых Наших Бриллиантовых Директоров Которые Работают В Рязакинг Значит И Она Смотрела Просто За моими Успехами Со стороны Она Спрашила Сколько Ты В этом Месяце Заработала 500 Рублей Через Месяц Я Ей Каталог Приношу Арифлей Мне Нужно Просто Себе И Людям Доказать Что Я Черт В Этой Жизнь Могу Потому Что Я Инвалид И Я От Меня Все Отвернулись И У меня Никого Нет Мне Для Себя Надо Просто Доказать Что Я Могу И Стал Дел Через Год Стал Директор А Третий Мой Директор Это Мама Моей Подруги То Я Пригласила Подругу Подруга Походила Походила Бросила Стала Ходить Ее Мама Которая Тоже Полтора Говорила Ты Меня Не Зови Потому Что Мне Ничего Не Надо А Потом Ее Уволили С работы Постоянно Она Пришла И Это Четвертый Мой Директор А Остальные Все Подрастают Каким Образом Вы Проводите Презентацию ВВО ВВО Один На Один Точно Так же Языком Как Я Провожу Рассказываю О компании О возможностях Экономить Зарабатывать На каталогах Зарабатывать На построении Структуры И получать Пассивный Доход Сижу Разговариваю Но я Когда У меня Презентация Один На Один Я Очень Много Посвящаю Времени Установлению Контакта С Человеком Я Очень Много Говорю Про Него Потому Что Нет Для Человека Слаще Звука Чем Звук Его Собственного Имени Мне Все Интересно Где Он Работает Сколько У Детей Что Он Делает Что Он Хочет О Чем Он Мечтает На Какой Машине Ездит Где Отдыхает Вообще Все 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 Я Все Мать Двоих Детей Воспитывает Детей В одиночку Кто То Говорит Да У 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 Волшебная распечатка на 44 тысячи моего спонсора, которые я вам всем показывала. То есть я человеку показываю, что все начиналось точно так же, как и у него. Ничего вообще такого. Все то же самое. Ого, аж четыре вопроса. Сколько вам лет? Двадцать пять. Когда вы пришли в Арифлейм? Восемь лет назад, семнадцать лет мне было. Когда стали директором? Через год. Двадцать сколько? Восемнадцать, получается. Какая у вас любимая книга? Вы имеете в виду по Арифлейму? Или вообще? Вообще? Ну, по Арифлейму у меня очень много любимых книг. Это «Мани» или «Азбука денег» очень классная. Книги Роберта Киосаки. Поскольку я вообще очень-очень люблю читать. И я хочу прочитать каждого. Хотя бы по одной книге человека, который получил мой плюс к премии. Пока у меня человек тридцать прочитано. Вот сегодня приехала с Хулио Картасаном. Вот, с испанским писателем, который получил номер «Скупля» и вчера рано еще читаю. То есть, на самом деле, вы не думайте, что человек, который работает в Арифлейме, человек, который там повернут на Арифлейм. На самом деле, очень много всего интересного, много чего читаю. Я единственное, что не люблю всякие вот там романы вот такие вот бульварные. То есть, я вообще ценитель прекрасного. То есть, если хорошая фантастика, значит хорошая фантастика. Если хорошая там, не знаю, классика, то хорошая классика. То есть, как бы вот такое вот я люблю. Расскажите, ой, слава богу, наконец, я же должны были спросить, куда я деньги трачу. Расскажите, куда вы потратили премии? Тысячу, две, три, четыре. Ну, отдельно премии я не тратила, да, потому что они приходят с зарплатой. И поскольку сейчас, например, я живу в другом городе, я обычно, когда приезжаю, у меня счет там. Я снимаю какую-то там сумму денег и потом опять приезжаю, да, снимаю там, например, полумиллиона и куда-нибудь их деваю. А потом приезжаю через три месяца, опять снимаю полумиллиона и опять их куда-нибудь деваю. То есть, вот так вот у меня, то есть, у меня не снимают каждый месяц. Ну, чего? Мы сейчас о чем? О рублях пока, к сожалению. Ну, вообще, если как бы глобально подходить, да, то есть, я занимаюсь инвестированием, да, то есть, как бы, у меня Алифейн не единственный источник дохода, и вот пассивный доход, это вообще мне очень нравится эта идея, да, потому что, как бы, вот меня с детства интересовал такой вопрос, ну, с юношества, да, то есть, как бы, как получать деньги и при этом ничего не делать. Вот меня вообще очень занимал этот вопрос всегда, и вот я занимаюсь тем, что устрою, то есть, как могу, укладываю деньги в разные всякие дела, чтобы это мне приносило деньги, в том числе в недвижимость, там, банки и так далее. Ну, а так, если из больших покупок, да, то есть, я часто путешествую, я это очень люблю. Ну, квартиру купила, машину уже три поменяла. Подарки люблю делать родителям. То есть, там, например, просто так могу маме там какой-нибудь кольцо с изнородом подарить. Ну, просто мне это нравится. Мне нравится своим близким людям делать приятное. Ну, инвестирую, безусловно, в довольно-таки, ну, как, приличную сумму. То есть, я не жалею, когда инвестиции в бизнес. Да, то есть, не жалейте на семинары деньги. Да, вот я ездила на школу актива, 10 тысяч рублей это стоит, да, то есть, как бы, тоже на три дня. Ну, не так уж дешево, да, по среднестатистическим меркам, но я никогда на это не жалею, потому что это те инвестиции, которые позволят зарабатывать мне еще больше. Да, то есть, в офис, в имидж офиса, во все инвестирую. В себя, потому что люди, они, на самом деле, очень много покупают именно нас. Да, вот они сканируют и думают, ну, ты говоришь о рефлэм. То есть, если я буду рефлэм, вот я вот так вот буду выглядеть. Да, то есть, они должны видеть вас. Внешний образ, да, хотя встречают по одежке, провожают по моду, встречают их все-таки по одежке, да, то есть, обязательно на внешний вид, да, то есть, как бы, там, в одежду, и в том числе, но, как бы, не так много. Я вообще не любитель ходить по магазинам, но тоже и в это. Куда я их потратила? Не знаю, куда-то потратили. Все время берешь, берешь и тратится куда-то, не знаю. Вот в кошельке дыра какая-то. Как правильно пригласить на мероприятие людей, чтобы они пришли? Вот это хороший очень вообще вопрос. Сколько у меня времени есть? Уже, наверное, вышло, как обычно, да? Ага, три минуты целых. А, значит, ну, нам нужно строго закончить в пять, или можно там, да? Ну вот, просто, чтоб как бы мне это... Как пригласить? На самом деле, все нужно хорошо уметь продавать. Мы же, да, продажа – это вообще ключ по всему. Вот уметь продать мероприятие – это вообще великое дело. Уметь продать человека, вот когда ко мне кто-нибудь приезжает, я очень много узнаю, например, про этого человека. Что это за человек и чем он замечательен. И если у меня проходит какое-нибудь мероприятие, то я на самом деле просто только про это и говорю. То есть я говорю, говорю много. И рассказываю обязательно, что только благодаря таким мероприятиям я выросла. И это правда. То есть если бы я не ездила на мероприятие, вот реально сейчас приехала со школы актива другим человеком, потому что очень куча и много всяких идей, мыслей, всего остального. То есть как продать мероприятие? Вы должны показать человеку, благодаря этому мероприятию он получит. Как продать мероприятие? Что вы хотите, да? То есть вот вы же там написали, да, на плакате там. Хочешь зарабатывать 150 тысяч рублей? Подходи. Да, там приходи на мероприятие, вложи 500 рублей. То есть человек, извините, не готов вложить даже 500 рублей на мероприятие, чтобы пойти, он делать ничего не будет. Потому что 500 рублей – это вообще кроха. Ну, представьте, что к вам приехал, я не знаю, там, вы хотите стать президентом, и в ваш город приехал президент. И он проводит за 500 рублей конференцию «Как стать президентом России?» Вы пойдете? Побежим. Побежите, да, потому что он-то уже сдал, он же может научить. Да, вы же сегодня проводили с вами тренинг, да, что с кем общаешься, у кого учишься, такие деньги там, ну, таких, и таким человеком и сам становишься. Как продать мероприятие? Я тебе очень много просто рассказываю о том, что ты должен там быть. Иногда я просто человеку тяну вообще всеми фибрами души, вы знаете, как всеми силами. Я говорю, иногда я делаю вообще так. Я говорю, давай так. Ты пойдешь на этот семинар, и если тебе вот по-честному, я тебе верю, как себе. Я вообще такой человек, я обычно всем верю. Я говорю, давай так, если ты ко мне после подойдешь, скажешь, фигня, мне не понравилось, я тебе отдам деньги, которые ты потратил. Честно. Я тебе это обещаю, я отдам. Я не жадная. Ни разу за 8 лет никто не подошел. Хотя многие так ездят. Я говорю, просто, сходи просто ради меня. Некоторых людей приглашаю, вот у нас, наверное, был семинар. Я говорю, вы понимаете, я вас уже приглашаю год. Я вам все объясняю, по накладным, по заказам. Вы можете хоть что-нибудь, блин, ради меня сделать? Ну, я это для вас делаю, вы что-нибудь можете для меня. Но сходите, для меня это важно. Если я выступаю, я говорю, я выступаю, и мне очень важна ваша поддержка. Мне нужно видеть вот родные глаза в зале. Сходи, пожалуйста. Пожалуйста, просто поддержи меня. Все ли способы, чего только можно, потому что я знаю, что все эти мероприятия просто ключ к успеху. Я человека приглашаю вот как только могу. Вот девчонка, которая со мной ездила на школу актива, я ее так долго уговаривала ехать. И после этого она вообще у меня рыдала на плече и говорит, Наташа, спасибо, что ты есть в моей жизни, что ты меня уговаривала ехать на школу актива, и вообще теперь все, буду жить по-другому. Мне очень приятно это, да? Хотя я ее очень долго уговаривала. Как долго? Месяца три, наверное, уговаривала. Ну не то, что каждый день 24 часа в сутки, да, что она уже сдалась от бессилия, нет. Ну просто в офисе она была там. Я постоянно говорила, Аня, ну давай, ну займи денег, ну отложи все дела, да я не знаю, это дорого. Я говорю, Аня, это вообще взорвет твой бизнес. Ты вообще-то не представляешь, с какими людьми ты там пообщаешься. Альбина Хафизова прилетает из Уфы, не жалеет времени, а тебе, блин, садницу трудно поднять из Смоленска до Подмосковья доехать. Ну, знаете, я могу иногда так наехать. Это, ну, как бы довольно такое, это, нередкое явление. То есть я могу и жестко сказать. Я говорю, то есть ты, ты, я там у нее была в гостях, а я говорю, Аня, ты где живешь? У тебя, блин, плитка отваливает, у тебя ребенок такой, если ему плитка, это на голову упадет. Ты готова там жизнь своего ребенка все время подвергать? Ты, какая ты мать? Родить, знаешь, дело-то не хитрое. Знаешь, раз, и все, и родил. Я говорю, Аня, ты что, как? Ты планируешь вообще там для своего ребенка какую-то жизнь? У тебя ребенок по телеку смотрит, да, диснеевские мультики? Ты в каком возрасте ему планируешь Эйфелеву башню показать? В Париже. В каком? Вот у тебя в планы, где это записано? Смотрим. Я говорю, ну и вот, и что? То есть, твой ребенок, он не побывает? Да, он может, когда вырастет, сам там побывает в Диснейленде. Но это не то же самое, что быть ребенком в Диснейленде. То есть, твой ребенок никогда этого счастья не испытает? Вот мой, да, вот мой ребенок, в будущем он обязательно будет ездить в Диснейленд. А твой нет? То есть, что, твой ребенок, он второсортный, что ли, он хуже моего? Ты знаешь, иногда могу как бы так это, нажать на больную точку, но это очень надо, ну, осторожно делать. То есть, знаешь, а то, ну, как бы, человек, ну, тут есть какая-то черта, да, которую нельзя переходить. Ну, нельзя, там, каких-то слов говорить. Но это, во-первых, уже ты чувствуешь, когда с человеком ближе общаешься. То есть, насколько у вас уровень доверительный, и что кому надо. Кого-то, понимаете, нужно по шерстке гладить, а кому-то нужно пендель влепить. Да, сколько есть. С какого уровня отпускаете консультантов в свободное плавание? Ну, что, смотря, понимать, под свободным плаванием, вот презентацию у нас, я учу рассказывать вообще сразу, чтобы человек был от меня независимым. Вот я сейчас оставила новичка, девчонку, которая в этом каталоге только вышла на 3%, но решила строить группу. И вот, подарив подарок другу, тоже работает. То есть, я ей научила рассказывать презентацию. Я ей дала свой диск, она получила его на зубок, я послушала, как она рассказывает, нормально, потому что я могу уехать. А как она будет без меня работать? То есть, что, у нее на 10 дней работы, что ли, станет? Ну, то есть, она, получается, все время ко мне как привязана. Ну, а так, в свободное плавание, ну, я все время смотрю, держу руку на пульсе, и если я вижу, что человек в чем-то нуждается в моей помощи, я обязательно ему эту помощь окажу. Если я вижу, что он и сам справляется, то я не лезу. Я даю ему возможность быть полноценным лидером. В его группу я не лезу. То есть, я смотрю, я, знаете, как говорят, хвали прилюдно, ругай наедине. То есть, если я вижу, что он что-то не так делает, я его потом могу оставить и сказать, слушай, вот это, вот это, вот так не надо делать. Дело по-другому. То есть, я наблюдаю за этим. Ну, в свободное плавание, смотря у кого, знаете, есть некоторые директора, за которыми наблюдать надо и что-то помогать. А есть некоторые шестипроцентники, которые абсолютно самостоятельные люди. Ну, и это, по-другому, вопросов больше нет. Вот, у меня есть еще для вас одна видеопрезентация, буквально на одну минутку. Я вам все равно хочу ее показать, хоть у нас уже три минуты как закончилось. Вот, про счастье. Это про то, что не забываю ли я языки и как там жить и как все остальное. Вот я уже все прочитаю. Мы убеждаем себя, что жизнь станет лучше, когда мы поженимся, выйдем замуж, заведем ребенка, потом другого. Затем мы расстраиваемся, что наши дети еще маленькие и ждем, что все станет лучше, когда они повзрослеют. Потом мы переживаем, что они стали подростками и нам надо как-то справляться с ними. Несомненно, мы станем счастливее, когда они вырастут из своих 15 лет. Мы говорим себе, что наша жизнь станет лучше, когда супруг или супруг устроят свои дела, когда будет более красивая машина, когда возьмем отпуск, когда окончательно выйдем на пенсию. Истина в том, что нет более лучшего времени для того, чтобы быть счастливым, чем сейчас. Если не сейчас, то когда? Твоя жизнь всегда будет полна вызовов. Надо просто решить быть счастливым, несмотря ни на что. Очень долгое время казалось, что жизнь вот-вот начнется. Настоящая жизнь. Но всегда возникало какое-то препятствие на пути, суровое испытание, которое нужно пройти, работа, которую нужно наделать, время, которое нужно кому-то посвятить, счет, который нужно обладать. А вот потом заживем, наконец мы пришли к пониманию, что эти препятствия и есть сама жизнь. Поэтому наслаждайся каждым моментом. Хватит ждать окончания школы, начала учебы, ждать, когда потеряешь 10 долларов, заработаешь 10 долларов, когда будет работа, до женитьбы, до замужества, до вечера пятницы, до воскресного утра, до новой машины, до полной выплаты по закладным, до весны, до лета, до осени, до зимы, до первого или пятнадцатого числа, когда твоя песня прокрутит по радио, когда умрешь, когда родишься вновь, прежде чем решишь быть счастливым. Счастье — это путь, а не пункт назначения. Нет другого времени для того, чтобы быть счастливым, кроме сейчас. Живи и наслаждайся данным моментом. Теперь подумай и ответь на эти вопросы. Назови пять богатейших людей на планете. Назови пять последних победительниц Мисс Мира. Назови пять последних лауреатов Нобелевской премии. Назови пять последних лауреатов кинопремии «Оскар» за лучшую роль. Не совсем получилось? Трудновато ли, так ли? Не беспокойся, никто этого не помнит. Аплодисменты стихают, призы покрываются пылью. Победители вскоре забывают. А теперь ответ на эти вопросы. Назови трех учителей, которые внесли вклад в твое образование. Назови трех друзей, которые помогли тебе в трудный час. Вспомни несколько человек, которые вызвали у тебя особые чувства. Назови пять человек, с которыми тебе нравится проводить время. Осуществимо. Это легче, не так ли? Люди, которые что-то значат в твоей жизни, не в рейтинге лучшего, не имеют больше всех денег, не выигрывали величайших призов. Это те, кто заботятся о тебе, дорожат тобой. Те, кто, несмотря ни на что, остаются рядом. Задумайся об этом на мгновение. Жизнь очень кратка. А ты в каком списке? Не знаешь? Позволь пожать твою руку. Ты не среди самых знаменитых, но среди тех, кому мы хотели обрисовать это послание. Некоторое время назад на Олимпиаде в Сиэтле девять атлетов стояли на старте стометровой беговой дорожи. Они все были физическими элементальными инвалидами. Прозвучал выстрел и начался забег. Не все бежали, но все хотели принять участие и победить. Они пробежали три дистанции, когда один из спортсменов споткнулся, сделал несколько кувырков и упал. Он начал плакать. Остальные восемь участников услышали его плач. Они замедлили бег и оглянулись. Они остановились и вернулись обратно. Все. Девушка с синдромом Дауна присела рядом с ним, обнялась, спросила. Теперь тебе лучше. Потом все в девятерок пошли плечом к плечу к финишной линии. Вся толпа встала с мест и зааплодировала. Аплодисменты далились очень долго. Те, кто видел это, до сих пор об этом говорят. Почему? Потому что глубоко внутри себя мы все знаем, что самая важная вещь в жизни значит намного больше, чем побеждать для себя. Самая важная вещь в этой жизни – это помогать другим побеждать. Даже если это означает, что нужно замедлить или изменить собственную голову. Возможно, мы сумеем изменить наши сердца. Возможно, и сердца кого-то еще. Свеча ничего не теряет, если от ее пламени зажглась другая свеча. Итак, какое твое решение? Твой путь к успеху начинается сегодня. Твой путь с Reflame. Спасибо вам огромное. И напоследок я вам хотела подарить одну притчу, которая тоже в списке моих слов, которые изменили мою жизнь. Однажды ученик… Да. А, да. Однажды один молодой человек решил перехитрить мудреца и доказать, что он вообще никакой не мудрец, а очень глупый человек. Он думает, как же он мне это сделать? Он думает, возьму-ка я в ладошке бабочку. И подойду к мудрецу и спрошу, а что у меня в руках, живое или мертвое? Если мудрец ответит, что живое, я сожму руки, и бабочка умрет. Если он скажет, что мертвое, я возьму, распахну ладони, и бабочка вылетит наружу. В любом случае мудрец окажется неправ. И когда этот молодой человек пришел к мудрецу и спросил, мудрец, у меня в руках живое или мертвое? И мудрец ответил, все в твоих руках. Поэтому я вам хочу под конец нашего мероприятия пожелать, чтобы ваша жизнь, она всегда зависела прежде всего от вас. Не от обстоятельств, не от погоды, не от природы, не от друзей. Потому что всегда, в любом возрасте, все зависит от вас. Я верю в то, что каждый из вас может стать директором. И каждый из вас может воплотить свои мечты благодаря компании «Арифлейф». Удачи вам! Ну, еще хочу сказать несколько слов. Я хочу сегодня поблагодарить Наталью. Я думаю, что мы сейчас это сделаем вместе еще раз. Наталья, можно тебя сказать? Я не буду спрашивать вас, понравилось вам или не понравилось. Да, и мы хотим подарить ей вот такую корзинку, мы специально... Да, это маленький подарок от нас, потому что она приехала сюда за несколько, ну, за полторы тысячи километров. Ты знаешь, что это довезешь, потому что это надолго. Да, то есть там все предусмотрено. Мы специально сделали, чтобы ты сохранила это.